Всем привет! Сегодня нам снова дали денег на этот подкаст, поэтому мы снова в этой студии. И сегодня со мной Жероми Кайлян, амбассадор барберинга и стиля из Кемерово, владелец салона Brandman, а также победитель Barber King 2019, необладатель золотого мяча по версии барберинга, а также со мной сегодня в этой студии Игорь. Йоу, всем привет! Йоу, я Игорь Соколовский, всем привет! Наш топ-барбер, член команды 4Vision, амбассадор Галор. Галор. Я тоже амбассадор Галор, теперь можно уйобоваться. Да. И можно начинать. Да, ну расскажи про меня что-нибудь пизда. А, блин, точно. У нас уже традиция такая, мне представляют какие-то другие чувства. Это Егор, это Егор Алёкминский, поприветствую. Хуй знает, кто такой. Кто такой. Это легенда красноярского барберинга, легенда красноярского джиу-джитсу, амбассадор Галор, да, с недавнего времени. По версии Егора Алёкминского. По версии Егора Алёкминского. Призер топовых барбер-баттлов России. Блин, ты душное что-то вкинул, я думал, ты такую приколюшку закинул. Приколюшку? Не, по факту, по факту я помню тоже. Конечно, да. Не раз тебя видел на баттлах учебных. Постоянно, постоянно участвует. Егор, Егор мотиватор Тайги. Да, он замотивировался. Иногда демотиватор Тайги. Поправочку, можно одну сделаю. Погнали. Один из владельцев брендмана, потому что нас трое. Я думал, двое почему-то. Трое, нет, нас трое. Три партнера, ну то есть не инвестора там какие-то. Я, Меха, Антон, нас трое. Ты об этом еще расскажешь. Да, просто нет, знаешь, там афиши какие-то еще что-то выкладывают, пишут владелец там или основатель. А у меня даже в инсте написано там совладелец. Мы втроем все-таки это, поэтому. Итак, я хотел бы начать сегодня с обсуждения кемеровского барберинга. Все-таки край довольно суровый. Мы с тобой, между прочим, земляки. Ты хотел сказать соратники? Соратники. Да, я тоже из Кемеровской области, и мне запомнилось это место, я уже давно живу в Красноярске, но Кемерово это довольно такой суровый край, и до сих пор, когда я приезжаю в Кемеровскую область, на меня так вот так косятся. А куда ты, из какого города? Междуреченск. А, ну там, да, там. Сто тысяч народов. Совершенно другой город по сравнению, ну типа, даже Абакан, я думаю, по сравнению с Красноярском не такой. Я знаю, что связь есть у Абакана и Красноярска. Ну тоже такая очень условная. Ну я знаю, что ездят оттуда сюда, отсюда туда ездят там некоторые, и я думаю, что там не такая большая разница. Ну Междуреченск и все города Кемерово, ну такое. Вот, расскажи про Кемерово, потому что в моем представлении я был только проездом, и Кемерово это такой тоже суровый, рабочий край, где чуваки фигачат где-то на заводах там, на каких-то работах. Да, это все есть. Когда ты рассказывал про регалии, я мог еще сейчас туда добавить, за последний год я стал амбассадором Кемерово. Я считаю, потому что я клиентам говорю, это классный город, ну как, вы видели, что происходит вообще? У нас Кемерово строится вообще-то какой-то... У меня напротив дома, я говорю, Лас-Вегас, какие-то казино просто, потому что построили все эти спорткомплексы, они все огромные, все светятся, все очень красиво, очень много культурных всяких театров строится, и очень много всего. Я запомнил Кемерово вообще другим. Я там был лет 15 назад. Ну и тем более проездом, когда заезжаешь в Кемерово, там ты заезжаешь типа в район заводов, ну естественно там типа такое. У меня еще история такая была, я поехал на областную комиссию военкоматовскую, и я застал только вот эти заводы, военную часть, и мне как-то он запомнился так очень тяжело. Тем более, если ты заезжаешь в военкомат, там сразу все плохо. Мрак, пиздец. Да. Не, Кемерово классный город, понятно, что и в каждом городе, который кормит нашу большую классную страну, есть и заводы и все такое, потому что это все-таки столица угля, да, Кузбасс вообще, наша область. И понятно, что есть много разных людей, но при этом все достаточно адекватные, все очень добрые, спокойные. То есть там гопников с района уже вообще нет. То есть их может деть где-то. Их даже в моем Пердяевске не осталось. Вот самый опасный район был, у нас всегда считался. Может, он и есть даже там не опасный, но это, знаешь, люди, которые были опасные. Сейчас, мне кажется, просто лукашек каких-нибудь пролетились и лежат там где-то. Или вымерли. Да, да. И даже там, типа, там набежную построили, еще что-то, и стало достаточно приятно, типа, находиться. Вот, поэтому... Я помню, что народ в Кемерово такой, он очень добродушный, но при этом вот эта кемеровская рожа, она достаточно долго разглаживалась. Да, можно и есть. Мне кажется, еще это зависит от того, что с кем ты сам общаешься, типа, твой круг, и ты такой думаешь, что все прекрасно. Вот, и расскажи о том, как вы построили салон и двигаете стилек в Кемерово, потому что, глядя на ваши работы, на вашу команду, складывается впечатление, что в Кемерово не так все плохо со стрижками, как может показаться на первую сцену. Да нет, если вы думаете, что там все приходят и просят 19, там, и челочку, такого нет. Люди все... Не настолько. Во-первых, это становится нормальным. Возможно, в Красноярске уже давно, даже если говорить про ценообразование, там, типа, что в Кемерово еще, да, люди не готовят к ценам, там, от трех тысяч или еще к чему-то. Но при этом ходить в шоп и стричься, это стало нормальным, это не стало таким, типа, о, пойду попробую что-то, там, вау, это уже просто нормально. Когда начинали, да, там, 14-15 год, естественно, это все было, там, вы что, из золотым воздуха дуете? А сколько стрижка тогда была? Тысяча рублей. А сейчас? Сейчас 2-300. Небольшая разница, понимаешь, за столько лет. Ну да, как будто могло кратно вырасти чуть больше. Да, я добавлял только вот по 200-200-200 рублей, и вот месяц назад поднял на 500 рублей. Для многих это стало, типа, 500. Ты что? Здесь просто намного проще народ реагирует, ну и мы, видимо, уже привыкли к тому, что в Красноярске все-таки барберинг, он чуть более раньше, наверное, начал развиваться. По-любому, я говорю, с Красноярск, столица барберинга. Я сюда приехал за 2 дня, у меня такая насыщенная жизнь, такие, что тут встретиться, там, с этим встретиться, там, и постоянно какие-то движущие происходят. Вот даже сейчас мы сидим на подкасте, вы что, вы говорите? Очень много разного движения и очень много ребят, которые, я могу, столь красавчики, ну, типа, двигают. А у нас, если бы было тоже много людей, кто там так же цены поднимает, да, например, или еще что-то, то было бы все намного проще, я думаю. Но к этому дойдем, потому что барбершопов становится больше, для людей становится это нормальным. А именно, если говорить про стиль людей, да, но это уже зависит от того, как ты это говоришь, как ты прививаешь это и как рассказываешь острижку, что так, чувак, так должно быть, вот так не должно быть. Насколько сложно предлагать клиентам какие-то интересные дизайны сейчас в Кемерово? Смотря что ты называешь интересным, естественно, там, какие-то хиртату рисовать, красить и все такое. К этому вообще не все готовы, к этому меньше готовы, естественно, но, например, как говорят, что удлиненные стрижки мы не можем делать, клиенты не ходят, вот я считаю, что вообще это зависит от мастера и тому, как ты и расскажешь про это. У нас просто много пиздюков таких, которые рассказывают и коллег моих о том, что, бля, клиенты просят какую-то фигню, я не знаю. Естественно, а клиент и не должен что-то нормально просить, он клиент, он не знает, что он хочет. Я всегда говорю, есть очень... Что по цензуре? Ебаш. Можно полную еще ебашь? Не, просто я люблю, знаешь, очень нравится приводить примеры. Давай. Ну, типа максимально простые, тупые, что пиздец вообще. И чтобы было максимально ясно. Разговариваю там с коллегами, ну, не с коллегами, вообще о том, как же рассказать клиенту о том, что, чувак, все-таки я говорю, я мастер, и твое мнение должно быть авторитетным вообще при выборе стрижки. Очень редко, когда клиент придет и скажет, подстригай меня так, и все, типа, и будет идеально. В любом случае, какие-то поправки должны быть, и последнее слово должно быть за тобой. И если идти на поводу клиента, ну, ты не будешь для него классным, эксклюзивным мастером, ты будешь одним из тех мастеров, который просто сделал... Мастерный инструмент с руками, который прилагается. Да, да, да. Если он уж первый раз пришел в барбершоп, и он просит то же самое, то он попросит модельный, ну, максимум аккуратно убрать на бок, ты его не удивил этим никак. То, что ты сделал качественнее, мало кто увидит, и, скорее всего, ты увидишь только ты, и мастера такие же, да? А если ты будешь идти полностью на поводу клиента, это вообще бессмысленно. Зачем? Ну, по сути, ты будешь стричь одну-две стрижки. Вот клиент, и я говорю, клиент приходит, говорит, слушай, вот мне нравится, когда у меня залупа вот здесь выбрита. Выпрями его влево, чтобы он смотрел влево. И я такой, да не, чувак, давай, все-таки в правую сторону он выглядит лучше. Но ты видишь, что она в правую сторону выглядит лучше. Вот почему, говорю, ты будешь делать лево, и надо это объяснить просто, что вот так выглядит. Потому что 20 лет назад тетя Люба подстригла его. Вот, ну и, естественно, ты должен быть лучше тетей Любы. А об этом даже не говорится. А то, что он пришел с другого шопа, ему там, может, не понравилось, может, не удивили, может, он захотел картинку сменить, да? Ну, естественно, ты хотя бы что-то должен поменять. Как минимум сделать то же самое, возможно, качественнее, да? Но ты должен рассказать об этом так, что ты там, ебать, там поменял вообще вещей у него в голове, чтобы… Ну, при этом презентовать стрижку. Конечно, рассказать вообще о том, что будет делать и для чего это надо делать. Надо аргументировать. Не просто, чувак, я тебе давай вот так подниму волосы вверх, они будут лучше выглядеть. И чего он ничего не понимает. Ну, это как раз таки упирается, мне кажется, большинство бич такой, особенно новых мастеров, когда к ним приходит клиент и спрашивает, как вас стричь, условно. И он рассказывает, к сожалению. И он, к сожалению, рассказывает. Сказывает, может быть такой ступор то, что, ну, вы же мастер, вам виднее. Ну да, и он такой… Какой голос у Игоря сексуальный. Что за голос? Я забираю его с собой. Дарю. Да, сто процентов. Я согласен. Поэтому надо, во-первых, быть… Я всегда говорю, что ты всегда должен выглядеть интереснее, чем свой клиент. Не надо быть ярким там пятном, да, типа в тату. С розовыми волосами. Да, с розовыми волосами или с белыми. Но просто в любом случае ты человек, который делаешь из его волос какой-то стиль, да? Меняешь имидж. А стрижка всё-таки это не просто волосы, он меняет вообще всё лицо. Это реально так и есть. Улыбочка появляется. И да, в любом случае. И, короче, если ты даже выглядишь, типа, не то чтобы хуже, чем клиент, а просто ты неопрятно одет. Нет вкуса у тебя, да? Вонючий. Не со вкусом, вонючий ты. С перегаром. Ну, с перегаром, знаешь. Сейчас уже нет. Но вот я вспоминаю себя там пять лет назад. Бывало. Попадалось, да, вообще, когда до шести утра тусуешься, до семи. Кажется, у каждого была такая. Да, ну, тогда ещё, видишь, барберинг был, сейчас очень сильно поменялось со стороны раньше, вот, когда мы начинали. Барберинг был такой, что были такие оторвы. Ага, побухал с клиентом. Попадали там, угорали все, стриглись, и там, типа, два часа поспал, пошёл на работу. Сейчас я всё-таки на это смотрю, что есть же премиальный ресторан, например. И ты, бля, такое же премиальное заведение, и ты не можешь себе позволить вообще так себе вести. Раньше, может, люди и не понимали, думали, что это и хиппи, там, эти угарники вообще с ними похер. Сейчас такого нету. Либо ты открываешь такое заведение, и цена этому совершенно другая. Потому что люди просто за стиль, знаешь, вот этот, типа, атмосферу не будут платить. За то, что ты дебил, грубо говоря, да? По факту с возрастом ты понимаешь, что это так и выходит. Ну, когда только начали открываться барбершопы, каждый барбершоп и клиент столкнулся с этой карикатурностью. Когда тебя встречает чувак, да, вот с такой бородой в татухах, ну чё, братан, пойдём. Красные клетчатые рубашки. Красные клетчатые рубашки, да, обязательно. При этом, да, мы позволяли себе быть, ну, понятно, что это молодость ещё и вот это всё. И сейчас ребята даже приходят молодые, 18-20 лет, но я им говорю, чуваки, сейчас уже нельзя так. Так уже не проканавливать. Молодость, подожди, сколько тебе лет? Мне 24. Уже молодость. Не, ну я имею в виду, что сейчас мне уже не привлекает эта движуха. Если я выпил, то я не работаю на следующий день, я это продумал. Если я выпил и работаю, то я выпил чуть-чуть и уехал там, при том, что у меня нет похмелья. Потому что клиенту нужно дать что-то качественное. Просто я понимаю, что у меня не только клиент, у меня типа день более загруженный, там ещё какие-то дела, короче, я себя с утра не хочу ненавидеть, понял? Это старость. Зачем я это сделал? Это старость. Я тоже заметил такое. У меня нет похмелья. Прикинь, вот вообще. У меня есть ощущение, что я пил просто. Сколько бы я не выпил, я на следующий день всегда бодрячком. У меня чуть-чуть, может быть, голова тяжёлая, но поел прошло. Вот так у меня это работает. Реально. Главное поспать. Ни разу не было, чтобы я лежал, болел, там, мне тяжело, там, лежал в кровати. Короче, вот. Нифига, перепрыгнули с тем, да похмелье. Что-то летаем. Давайте вернёмся обратно. После 30 то же самое. Насчёт похмелья? У меня есть пример. Подкаст о похмелье. Есть пример, и я думаю, что это идёт, короче, просто генетическое. Я уже начал в это верить. Раньше мне говорили, ты просто маленький. Но это говорил мне там тот же мой друг, которому было 21, и он просто умирал с похмелья. Мне было 17. Мне уже 24, и ничего не поменялось. Потому что ближе к 30, возможно, что-то изможется. Возможно, да, возможно. Я вот уже начинаю чувствовать. Чуть-чуть. Какая конкуренция у вас в рамках города? Слушай, мы конкуренцию не чувствуем с самого начала, как работаем вообще. Я знаю про Брендмен, и знаю пару ребят из Чоп-Чопа Кемеровского, и как бы, и всё. Ну, мы сами изначально из Чоп-Чопа. И на тот момент, ну, были мы, и был ещё один Шоп только, и всё. Через полгода открылся, ну, ещё один. А сейчас их? Сейчас около 30 штук. И тем не менее, всё равно про мастеров из Кемерово не слышно. Конкуренцию, если мы говорим про мастеров из Кемерово среди барберинга, тут я вообще не парюсь. Хоть откуда бы они ни были, неважно. Тут каждый сам за себя, и каждый за свою команду. Если говорить со стороны клиентов, короче, заметил такую штуку, что каждое заведение находится своих людей. Любое причём. Да, и изначально, какие клиенты начали к тебе ходить, они все вот такие и приходят. Те, кто приходят, и они были не твой контингент, они, ну, скорее всего, не придут. Потому что... Факт. Просто, ну, вот человек заходит и такой, блядь, это же вообще не наш человек, откуда он? У меня есть ребята там знакомые, я к ним в Шоп прихожу, и я смотрю, это вообще не наши люди, мне с ними вообще некомфортно. И при этом они тоже готовы там чуть больше тысячи рублей платить за стрижку. В каком плане некомфортно? Что для тебя некомфортно? Просто вот их разговоры, как они себя ведут, насколько они громкие, насколько они себя чувствуют широко на одном квадратном... А, ты вот, парень, я хабля... Да, вот это всё. И это тоже, типа, люди обеспечены, просто это совершенно другой класс людей. У нас просто... В авторитете. Я говорю, что у нас ангелочки, блядь. Просто ангелочки клиенты. У нас, во-первых, это самая элита. Так вышло, что мы, видимо, что был Чоп первый. И спасибо большое нашим первым владельцам Чоп-Чопа. Они приводились через своих друзей. И предпринимателей. Да, да, да. И, видимо, вот так всё и пошло. И сейчас вот ходит прям самый-самый верх, типа, города. Не считая там, ну, губернатора там и всё такое. Он, кстати, в Чоп вроде ходит. То, что напротив находится. Приходите в Брендмен. Да. И, ну, вот вся вот эта прослойка и всё остальное, которое идёт за ними, они приходят к нам. И даже вот у нас девочка, например, недавно устроилась на работу с другого Шопа администратора. Она заметила... Она говорит... Ну, это мы не раз слышали, вот из последних месяцев назад. Это было. Такие приятные клиенты. Говорит, я вижу, что серьёзный дядька. Она говорит, он заходит, здравствуйте. Там спросит, как дела. Он вежливый, непонтовый. Да, 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 вообще. А есть типы, которые заходят, он понял, я называю типы, которые на Камре есть. Ну, для меня Камре просто максимально безвкусица. И типа типы, которые в основном на них, ну, не все есть. Для кого-то это показатель. Да, типа, и понял, они все вот эти широкие ребята. На флексе. Это даже не на флексе, это такой дешёвый флекс вообще. Я таких клиентов называю менеджером среднего звена. Да, да, да. И он заходит, он понял в шоке сам от себя, что такой вообще тип, заходит, и он может съесть. У нас тема такая, что клиент садится, ты бы его проводил там на диван. Или в диван. Он сидит, и потом только к нему администратор подходит. Ну, может, он занят чем-то или ещё что-то. Они сидят уже, они всё в ожидании. Сейчас зайду, мне должны налить кофе, понял? И что вы мне кофе даже не предложите? Он только, блин, только сел, оденься. Ой, разденься. Я думаю, все привыкли к другому формату просто, что сначала тебя встрекили, проводили, спросили. Афан, ну вот у нас так происходит. Нет, спросили, да, но он тоже бывает, тоже заходит. Здрасте. Есть, который вообще не понимает, как разговаривать. Он просто взрослый мужик зашёл, такой, здравствуйте, как вас зовут? Без имени. Что, блядь? Без имени ты кто вообще? Типа, ты такой думаешь, чувак, я таких типов стригу, что ты вообще кто? Что за без имени? Причём я знаю, как вас зовут. Это самое тупое. Вот такие ребята. Они предлагают, что ты должен знать. Или там они стесняются вообще сказать, или не понимают, что сказать, потому что не привыкли к такому. Я там так записан, и пошёл, сел. И потом, что мне, кофе сделаете? Вот так просят, понимаешь? Они не понимают, как вообще коммуницировать с людьми. И возможно, что они просто как раз-таки чувствуют вот эту... У нас просто есть в салоне такая тема, что я всем говорю, что вы в первую очередь личность, хоть мы и сфера услужек. В любом случае, вы не должны быть постилкой для клиента. И типа не надо быть на побегушках. Сейчас нужно вот так в рамочку вынести. Да, не надо быть на побегушках, это должно быть на взаимном уважении. Ты ему это делаешь, потому что ты его уважаешь. Это твой гость. А не то, что ты хочешь ему полностью так всё сделать. Если такие запросы, я наоборот стараюсь так относиться, чтобы он понял, что он не прав вообще. Не начинать посылать его, знаешь. Но наоборот, так грамотно всё вокруг него сделать, чтобы он понимал, что ты спросил, я тебе через 30 секунд отвечу. Не сейчас, не потому что тебе это сейчас надо, знаешь. И при этом есть взаимное уважение. Если я вижу, что клиент ко мне так относится, или не только ко мне, то я стараюсь как бы так же и к нему. И всем пацанам говорю, ну, например, там какие-то ситуации бывают. Например, вот приведи какой-нибудь примерчик из свеженького. Клиент не ценит твоё время никогда. Ну и опаздывает, понятно, да, это у себя. Про пиздяйски опаздывает и систематически. Это понятно, да. Нет, такие сразу чаще всего улетают потом. У меня есть тема, у меня лично, и у наших мастеров изначально. Мы сейчас расширились, добавили ещё, например, ребят. Я поместал, кстати, список мастеров там. У нас сейчас 10, и ещё стажируются, ещё одного обучая, и мы хотим вот собрать ещё там несколько. На базе одного шопа? Да, у нас 10 кресел просто сейчас. Норм, 10 кресел. Да, у нас 2 кабинета, 8 его в зал. Вообще, моя мечта сбылась. Короче, насколько бы крутой дядька там не сидел. Я пока к нему не подойду, он не встанет с кресла и не пойдёт ко мне в кресло. Пока я не подойду, не поздороваюсь, не скажу, пройдёмте. Так должно быть. Так должно быть. А вот эти чуваки как раз, которые широкие, понял? А, которые сходу, я понял. Клиент только встал. Клиент только встал. Клиент зашёл и залетел сразу к тебе в кресло, а ты стоишь вот так инструментом. Нет, это вообще меня бесит. Он сходу встал. У нас сейчас получается так, что заходит администратор вот здесь, зона ожидания, и в самом конце только рабочая зона. Мы специально это сделали, чтобы люди в куртках... Нельзя было проскочить. ...не проходили, потому что до этого они проходили через рабочую зону вот так, и шли в ожидание. Ну, почти через рабочую, но рядом с нами. Сейчас максимально недоступно это место в самом конце зала. Туда надо шагать. Я не знаю, 40 шагов у нас там обездано в помещении. И всё равно они прорываются. Они, да-да-да, типа, присаживайтесь, там, ваш мастер ещё занят. Он всё равно идёт в куртке такой. А что, он не здесь? Он, например, кушает там в коморке, курит, неважно. О, бля, в подсобку не заглядывали клиенты? В старом шопе заглядывали, потому что, ну, меня бесило жёстко. Когда ты с ним уже немножко, знаешь, на близких, он грань перепутал, просто такой... У меня бывало такое, типа, я сижу, жру просто. Да-да-да. Дверь открывается, он такой... Здорово, типа, это... Я там подожду, если человек такой... В старом у нас были чуваки, которых мы сами приглашали, типа, зимой, например. Пойдём, Айка, спокурим в коморку. Это не только суперблизкие друзья, это были взрослые ребята там. И, ну, просто, как бы, на таких вайбах общались. Ну, тут надо чувствовать, наверное, грань. Потому что есть ребята, которые этого вообще не понимают. Когда они не чувствуют, он заходит, я ему сразу грубо отвечаю. Ну, просто... Я не буду, типа, сейчас, извини, сейчас я выйду. Я говорю, да, я сейчас поем, выйду. Или, если я не ем, я сижу просто там в телефоне. Я говорю, да, я занят, я выйду сейчас. И никак... Ну, естественно, если я не опаздываю. Ну, не, понятно, если у тебя ещё там 10-15 минут до записи. 30 секунд до записи, я считаю, что у меня 30 секунд, сука, до записи. Неважно, что, какая разница, я тебя приму в ровно. И всё. Если могу раньше принять, я приму. Бывает, что приходят, спрашивают, могут ли он раньше принять. Я говорю, все равно, кстати, когда бывает, на 40 минут раньше придут. Я там раньше ещё освободился. Я такой, бля, нет, это может встать в привычку. Я выйду через минут 15-20, знаешь. Ну, и в это время, естественно, я обедаю. Я не хочу свой обед бросить, пойти, потому что после этого ещё что-то может произойти. Хорошо, я сел, но я поем и приду. Мы как-то тоже к этому пришли со временем. Раньше все вылетали из подсобки сразу же. Пришёл клиент, бросил хавчик, вылетел. Сейчас, нет, я досижу до Талова, доем, сделаю все свои дела. Отдохнёшь, ты же не зря раньше закончил. Потому что ты понял, обрывается у тебя вот. Когда обрывается, вообще всё не так идёт. Ты ещё выходишь злой, недовольный, стрижёшь. Это никому не надо. Если попросили, да, я понял. Я спешу, приехал пораньше на всякий случай. Вдруг ты сможешь раньше принять. Короче, вот бесит чуваки, которые насчёт изначально чего начали говорить. Клиент один встал, тот, кто следующий, уже подпрыгнул и подошёл. И стоит рядом такой. Я начал говорить, и вроде сейчас ребята такие, ты посиди, а я сейчас уберусь. Ты, короче, не нужно говорить это грубо как-то ещё. Нужно привести к тому, чтобы он понял, что он, блядь, долбоёб. Ну, грубо, но по факту. Да, то есть ты ему скажешь, он подойдёт уже к тебе, и ты в волосах весь сам, у тебя инструменты, пол. И ты такой, сейчас подожди, я уберусь, я тебя позову. Он такой, бля, реально, чё я встал? Я не все это делаю. Да, давненько уже такого я прям не припомню. То есть они бывают, стоят рядышком, но я вежливо подойду, просто говорю, ну, присядь, блин, кофе попей. У меня, не знаю, раз в четыре месяца, может, такое бывает. Ну, есть клиенты, которые, я знаю, что они сразу в кресло идут. Я не против, это мои постоянные клиенты. Ну, это опять же, если ты раньше закончил. Да, кресло свободно уже, у меня нет там. Он сразу идёт в кресло, ему там комфортно, мне несложно. Я не боюсь, что у меня ножницы украдёт там, знаешь, сидит и сидит, пусть сидит. До детей так нельзя допускать до кресла, сколько было таких ситуаций вообще. Что по сервису у вас? Как в Кемерово двигаются всякие уходы? Ну, только недавно начали добавлять, всё прекрасно. Почему нет PlayStation? Короче, в новом шопе мы сделали две зоны вообще, чтобы он был. Ну, как минимум для телека. Ну, дополнительные розетки, там всё фигню. Но? Но изначально были противником этого. Чтобы, во-первых, мы не хотим привлекать людей через то, что вы можете прийти поиграть в PlayStation. Это же как часть какого-то времяпрепровождения. Никто же не будет прям флойку потыкать. Понятно. Тыкать будем мы, в первую очередь. И сейчас я понимаю, что это может... Понятно, что можно запрещать. Ты право мастеров? Да. А с администраторами раньше проблема такая была? Раньше, да. Вот ты помнишь, как раз, когда я говорю, раньше оторв было. Можно было вообще угорать там. Тогда, да, это было бы в тему. Сейчас я считаю, что нет. Мы всё-таки, короче, более о простом. Вот просто вообще о простом. И из-за развлечений у нас, знаешь, что есть? Журналы всякие простые. Нарды. Про стрижки. Нет, нет. У нас нету. Я, может быть, бы добавил, может, какие-то iPad'ы, не знаю, или ещё что-то в будущем. Просто чтобы клиенты что-то могли полистать. Но мне прикольно, что они сидят, чекают стрижки какие-то там. Ну, или что-нибудь такое. У нас очень много встречается со знакомыми. Просто вот так вышел, что вот я говорю, один контингент. И просто друзья собираются, постоянно они славливаются. Ну, бывает, кстати, да. Чуваки у меня стригутся по три года. И встречаются через три года, не зная, что они стриглись у меня. Ну, да, да. Один за одним. И такие, да, ну нафиг. Да, да. А из-за количества ещё мастеров просто так вышло, что нас постоянно встречаются вместе. Короче, вот о простом. И не хочется привлекать через это. Также из-за этого мы отказались от алкоголя в 2017 году ещё. Потому что, ну, и сами перестали, короче, пить на смену. На самом деле нет. Это было в ЧОПе. И тогда наши директора говорят, убираем. Мы такие, бля, странно. Ну, ладно, типа, нет и нет. Его всё равно особо никто не пьёт. И PlayStation тот же. Кто бы играл у нас в PlayStation? Вот я так смотрю. Дети. Всё. И молодые, ну там студенты какие-то. Всё. Те, кто наш основной контингент, кто помогает нам как бы... Зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги. Они бы не играли, им это не надо. И привлекать за счёт этого детей ещё нет смысла, потому что дети и так ходят. Потому что люди начали понимать, что значит хорошая стрижка. И те могут дать хорошую услугу. Ради плойки вести, ну типа, не знаю. Я понимаю, что ребёнок будет ходить туда, где есть PlayStation. Ну и ладно. Есть такие пацанчики, которые у меня прям вот так сидят уже. Галь, а скоро, скоро, а скоро. Вот. Но, к счастью, они все были расслуживаться. И, короче... Самое... Извини. Самое стрёмное, когда... У мастеров такое же есть. Когда... Чё, да стричь, блядь, плойку проиграть. Есть? Да, конечно. То, что бывало тоже. То, что он быстрее заканчивает, чтобы у него там осталось там 20 минут свободных. Я прохожу игру. Мне нужно... Я боюсь, чтобы у меня такого не было. Вот и мы поставим, например. Я не исключаю. Может, и поставим. Места хватает, пусть он там где-то будет. Я боюсь, что у меня такое будет. У меня администратор на филиале прошёл, короче, призрак Цусимы на сменах. И он мне об этом подошёл, похвастался, такой говорит, а я там призрак Цусимы прошёл за неделю на смене. Ты мой ебать-то, типа. Я вот с таким тоже столкнулся, как раз-таки только с барбером. Я стригу клиента и другой мастер в момент, он проходит Infamous. И кто-то сохранение снёс. Не-не-не-не-не, не сохранение снёс. Он там прошёл её, я стригу клиента, и он мне из зоны ожидания кричит. Ой, а вот этого чувака всё прошёл, короче, прикинь, тут такую тему дали. И такой, чувак, я работаю. Ебать, когда ты на смене успел пройти какую-то игру, наверное, ты что-то не так делаешь. Возможно. Да, да. Не, я играю только в FIFA. Больше ни во что не играю. Но, скорее всего, потому что если бы я играл в игры на прохождение, я бы просто оставался там. Вот из-за этого я даже не начинаю. Ну, в GTA-шку проходил раза четыре, наверное. И очень хочу шестую часть выйдет, шестая часть, я возьму отпуск, неделю, буду играть по-любому. Ну, это легендарная игра детства. Но не на сменах точно. Но не на сменах, да. И FIFA, естественно. Но FIFA, знаешь, зашёл, катанул, 20 минут, выключил, пошёл по делам. С клиентами поиграть. Ну, прикольно, но я не буду успевать это всё. У нас парень один успевал. Что-то он играл в PlayStation, по-моему, FIFA разъёбывал типов. И если они выигрывали, он скидку делал. А если они проигрывали... Нет, с клиентами можно и на бабки поиграть. То что-то ещё накидывал им на смешку. Мы один раз сыграли, но мы играли онлайн. Но, короче, я сделал вообще честно. У нас с Мехой клиент, сын у него стыжётся, отец сейчас у меня стыжётся. И что-то разговаривали, что они дома тоже вдвоём с сыном играют. Давай, типа, мы вас разъебём и всё такое. Я говорю, давай, вот Меха из дома, я к нему приду и играем в общие матчи. Типа, кто с кем как выиграет. Меха с отцом сыграл, вроде проиграл или что, или из трёх матчей мы делали. И я, типа, с сыном играл. Причём, что сын хорошо играет. Сколько лет пацана? Ну, тогда... Сейчас ему уже 19-18. Тогда ему 16 было, может. Ну, всё равно взрослый. Да. И он бы меня выиграл. То есть, он играл там в другом дивизионе повыше. Просто так вышел, что я его выиграл что-то 2-1. Я говорю, мы должны были ему там... Он делает стрижку, бороду, тонировку, бороды, головы. Вот это всё два раза бесплатно. Ну, немного, два раза бесплатно. Ну, приятно. Но при этом, я говорю, слушай, я не хочу, чтобы ты мне просто так деньги отдал. Я говорю, ты покупаешь на эту же сумму косметику, которую ты сам пользуешься. Просто вот, ну, себе купишь. Нам ты что, просто сделаешь продажу косметики? Ничего такого. Приятненько. И всё, он пришёл. По сути, ты его просто замотивировал на косметус. Да, да, да. Он бы это в любом случае купил. Просто в разном периоде это у него дома было. Я говорю, приходи, вот, купи себе масло, шампунь, укладочное, вот это, вот это. Вот на эту сумму всё. И он, Игорь, просто продаёт. Да. Без бонусов. Без бонусов, да. Я вот тут, кстати, ты прикольную тему затронул. Плавно перетеку. У неё. Как ты к скидкам относишься? То есть там первое посещение, папа-сын. Детская стрижка. Папа-сын, я понимаю, что можно забивать мастеров, которые ещё не до конца заполнены. Это нормальная история. Первая стрижка тоже у нас существует для... У нас ни разу не было. Прикинь, ни разу. Какой-то момент мы вводили для новых мастеров, но сами это не пиарили, это пользовались несколько раз, короче. Ну, выложили что-то там, да, и забыли про это. Я просто лютый противник всей этой движухи, скидки. Я даже противник комплексов. Потому что, на мой взгляд, это очень сильно обесценивает труд. Бля, с комплексом у нас вообще прикол. Мы сделали комплекс на 100 рублей дешевле, чтобы меньше сдачи давать. Это мы сделали первый раз, когда повысили ценник, и просто так и пошло. Ну, там 100 рублей, нам типа не сильно разница. Мы такие, блин, нам легче 500 рублей давать, чем 400. Давайте сделаем на 100 рублей дешевле. Блин, это я с этим, с Мишаней разговаривал на подкасте, на первом, на котором сидел. Сочи чувак у нас работал раньше, мой сменщик бывший. И мы с ним обсуждали как раз эту тему со скидками. У них в шопе как сделано? Стрижка плюс борода, комплекс. Типа без скидок, без всего, это просто стрижка и борода. Ну да. Я ему говорю, ты что охуел? Блин, на самом деле это логично. То есть у меня стрижка там стоит одну стоимость, комплекс чуть дешевле. И что-то там, короче, ну скидка такая. Слушай, я уверен, что наши клиенты не знают, что у нас уходит на 100 рублей дешевле. Но никто не знает этого. Просто оно вот так есть, никто даже не считает. Ну вообще, я думаю, в этом никакого смысла нет. И это мотивирует тем, чтобы он еще на какую-то услугу добавил. Слушай, если у него растет борода, он сделает бороду в любом случае. Стоп, удовольствием. Мне кажется так. И я считаю, что если мастер уже на топ уровне, по количеству клиентов, хотя бы у таких надо это урезать. Папа, сын, студентов, друг плюс друг. Вот это все можно убирать на первое посещение. Потому что к тебе, если у тебя запись всегда, у тебя первое посещение бывает несколько раз в месяц. То, что все твои клиенты забивают. Вот у меня как раз убрали всю эту тему, потому что просто нет смысла. И что, у тебя чувак попадет первый раз, и то еще со скидкой. Типа вообще никакого смысла. Нет, спокойно. Они причем приходят новые, и они готовы платить. Конечно, это нормально. Вот то, что у тебя твой час работы стоит не 800, ну допустим, а 1200, например. Ну это я говорю условно в какую-то цену, не конкретно. Я просто в Москве зашел в одну очень известную сеть барбершопов, и там я охренел с количеством скидок. Там у них реально скидка по студенческому билету, по пенсионному. По студенческому, это просто старая тема у нас еще была. И у меня осталось, знаешь, из всей базы, может, один-два человека студентов. Остальные уже отучились. Либо отучились, либо просто уже, ну мы, ну просто у этих есть, потому что есть, а другие просто даже и не знали про это. Мы это не пиарим. У них типа шло вот за все это время. Ну и идет. Я не буду говорить, чувак, я тебя убираю скидку. Ну есть, есть. Как будто такие чуваки, они со временем могут при повышении ценника просто отвалиться в любом случае. Ну и ладно. Если их, ну не, это неплохо. Да. В плане, что привлекать такую аудиторию чуваков, если ты планируешь в премиум жестко работать, ну да, да. Как будто бессмысленно. Возможно, человек сомневается, потому что есть очень много людей, которые хорошо зарабатывают, но они такие, у них, знаешь, приоритеты другие. Ну типа я, вот для меня стрижка за 2000 дорого, но две бутылки пива за 2000 недорого. Вот, ну, приоритеты. С косметикой такая хуйня. Ну да. У меня стрижется клиент, не буду его называть. Ну короче, я ему говорю, блин, чувак, купи шампунь литровый, там 3600 стоит, грубо говоря. Я такой, блядь, что-то дорого, пиздец. Ну литр шампуня, сколько это использовать? Полгода минимум? Год. С его длиной, вот как у меня. Год. Год минимум, точно. Ну такой, блядь, дорого. Я говорю, Гриша. Я назвал его. Гриша, привет. Ты платишь мне за комплекс раз в две недели, 3600. Купи, блядь, шампунь. Он такой, ну пиздец, в натуре. Ну вот так и работает, да. И возможно... Просто это разные приоритеты. То есть за стрижку потратить столько для него норм, ну вот как ты про пивас сказал, а вот это не норм. Да, это даже вот мы когда цены повышали, некоторые такие чуваки, блядь, на 1000 рублей мне больше платить за комплекс. Я говорю, ну да, я говорю, ты понимаешь, что ты платишь не 3500, как стоит комплекс, да? Ты платишь... К твоим ежемесячным расходам добавляется 1000 рублей. Что такое, блядь, 1000 рублей для тебя в месяц? Ты и так это тратил. Ну будешь тратить меньше. Хочешь, говорю, ну там я, понятно, так откровенно не разговариваю, там хочешь меняй, хочешь меняй. Ну просто когда мне говорят, мне друг, который у тебя стажется, говорит, дорого. Я говорю, слушай, вот давай сейчас просто... Я сам недавно об этом задумался и думаю о том, что к твоим ежемесячным расходам добавляется 1000 рублей. Ничего это не делал. Кто-то делит эту стоимость еще на, типа там, ну что-то в день сколько-то добавляют. Ну нет, это уже совсем, да. Это худе, как... В день у тебя отросло миллиметр, поэтому 200 рублей. Ну это вот про то, с чего мы начали. То, что раньше стрижка стоила 1000 рублей, и для многих клиентов это было дорого, потому что они всю жизнь свою стригли за 300. Конечно, ты X3 сделал. А сейчас, когда ты повышаешь, у тебя там стрижка уже 2000, и многие такие, ну окей, потому что и, возможно, изменились и приоритеты, и заработок, и люди изменились. Да, и многие еще все равно рассуждают, как такие, типа, в смысле. Как, типа, когда меняют, да, сэкономы туда. Люди попробовали, посмотрели, увидели разницу. Просто в том сегменте нихера не поменялось до сих пор, понимаете? И у них нет вариантов. Ну есть там мастера дешевле, да. Они пойдут в другой шоп дешевле, на 1000 рублей пойдут дешевле. Им все равно большинство не понравится. Но это пока они не попадут на хорошего, качественного мастера, который... Я столкнулся как раз с таким, когда я повышал ценник. У меня все время ходил человек, он там максимально пытался использовать все возможные скидки. И потом у меня там повысился ценник буквально там рублей на 300. И он перестал ко мне ходить. Ну, я нормально к кому-то, мол, отнесся, как бы окей, все, не вопрос. И он через месяца два ко мне приходит. Говорит, ты чего охуел? Нет, он такой, блин, нет. Я, говорит, давай я буду платить больше, мне прям не зашло нигде. Миллион таких историй, да. Поэтому это никак не решает. Важно понимать, что именно. Понятно, что мы все какие-то на каком-то уровне стрижем, да, качественные стрижки. Но клиент, чаще всего вот эта сумма, когда она уже идет запредельно, то есть она выше среднего, выше рынка. Намного выше среднего, например. Выше рынка вообще в городе, то он платит уже не за твое качество. Твое качество не сильно отличается от того же мастера, который меньше тебя там стрижет или еще что-то. Он платит за твой час работы, потому что твой час работы стал дороже просто. Потому что на тебя спрос больше, это легко понять. Это уже зависит, короче, не от того, что как ты стрижешь, а как ты распределяешь своим временем и как ты его продаешь. Это время и все. Сто пудов. Нет, с какого-то момента качество твоей стрижки уже точно не влияет. То есть там барбер старший, ну ты, возможно, чуть лучше стал. Хотя у нас сейчас, не сказать, что у нас барберы там типа сильно хуже стригут. Конечно, они не стригут хуже, они не могут стричь хуже, потому что ты такой же барбер. Они, возможно, может где-то, ну понятно, да. Чуть меньше опыта, чуть дольше. Меньше опыта, но при этом у нас, например, самая высокая цена даже у барберов по городу. Мы специально сделали там 200 рублей разница, но мы специально сделали. Раз мы там типа везде есть, все стараемся, но с чего бы нет. Пусть будет дороже. И это не значит, что наш просто барбер, это наш какой-то стажер. Он в любом случае круче, чем остальные. Вот, мы тоже вроде как от этого постарались отойти. И сейчас уже, наверное, клиентами не воспринимается, что барбер это просто чувак, который чуть меньше работает. Такой же, если ты меня поменяешь на любого другого барбера, вот это тот же барбер. Сейчас уже привыкли к этому, что есть барбер, старший барбер, во многих еще младший барбер. И это тоже неплохо. У нас убрали младших, остался барбер, старший, топ, бренд. Все. У нас три. И Егора Лёквунского, у которого отдельный самый высокий прайс в тайге. У нас просто три позиции. У нас просто в какой-то момент ценник еще вырос. Появились ребята, которых можно было повысить за батлы. Типа Наты Сычевой, которая у длиненки выиграла. Я там по фейду выступил. И разные другие чуваки, которые занимаются обучениями. Их нужно было еще повысить, как-то выделить. И у нас четвертая появилась. Вот мы сейчас, у нас четыре ценовые категории, но три разделения. А следующее, это уже индивидуальный прайс. Ну, не индивидуальный прайс. Вот у меня с мехой, например, две-три стоит стрижка. У Антона там две стоят. Но мы, типа, у нас написано топ-мастер просто. Старший мастер и мастер. Мы подумали что-то добавить, потом думали, да. У нас такая вообще телега была с этими названиями. Вот у нас, если повысить за то, что ты что-то там где-то выиграл, не знаю вообще, как воспримется. Клиентами? Да. У нас нормально, кстати. Я заметил, что мои клиенты, по крайней мере, они такие, о, чувак, нихуя красава, что-то ты там занял. Нет, это да, это да. Это они говорят. Я бы понял, знаешь, типа, повысить цену на мастер-класс. За то, что ты выиграл. В том числе. Да. Ну, это тоже. Ты повысил не просто так. Ты выиграл, и ты дальше никому не нужен, например. Это одно дело. Ты выиграл, и у тебя стало больше запросов. То есть, твой час стал дороже. У тебя смысл кататься там чуть дешевле, если можно кататься в такой же количестве за больше деньги или чуть меньше, но тоже за больше деньги и меньше заморачиваться. Как правило, в совокупности с этим идет еще твоя возвращаемость, заполненность дня и так далее. Поэтому чаще, наверное, оперируют больше тем, что у тебя просто день битком, клиент, тяжело к тебе попасть, запись наперед, вот этот показатель. Плюс, когда ты ездишь, из-за всего этого ты мало находишься в городе, и опять же, твой час становится дороже. Потому что ты ездишь, ну, типа, много времени тратишь на это, много времени на дорогу тратишь, и там у тебя ценник, естественно, больше, чем, когда ты работаешь на смене. И потом встает вопрос, а есть ли мне смысл, мы сейчас отбрасываем то, что нам нравится, стричь и все такое, мы сейчас четко про деньги, да, говорим? Есть ли мне смысл? Самый меркантильный подкаст. Не, не, я наоборот, я с кайфом стригу прямо на потоке. Даже когда это будет не сильно выгодно, даже сейчас пока мне выгодно, классно, мне нравится. И мне нравится работать с клиентами. Но мне кажется, даже будет, когда уже, ну, типа, я могу не выходить, и мне не сильно не меняет погода вообще. И наоборот, это я мог бы за это время больше денег заработать. Несколько раз я точно буду работать. Просто нравится сам процесс взаимодействия с клиентами. Как будто нельзя из сферы в целом выпадать. Нужно понимать, какой запрос сейчас есть у клиентов и работать с ними в том числе. Я всегда, короче, если полностью идти в обучение... Сейчас мы перепрыгнем, блин, на мастер-классы, смотрите. Всегда говорю, хороший мастер – это практикующий мастер. Да простят меня все эдукейторы. Всех уважаю, люблю, ценю. Но я не понимаю, как... Слушай, все, по-моему, на потоке стреляют так или иначе. Кто? Слушай, ну клипер Кила. Он вообще почти не ездит. Рома вообще супертоп, классный для меня мастер. Я его... Ну, это клевый мастер, но сколько раз я с ним разговаривал, он такой говорит, слушай, да я неизвестен в России. Я думаю, как... Что странно, кстати, с таким визуалом. Я раньше думал, что он, типа, ему кажется. Он же ездил в Европу там и все. Да-да-да, и дофига куда причем. Да-да. Но мы не говорим о Роме, потому что он ездит по Европе, да, он работает на потоке. Когда много ездил, работал меньше. Сейчас опять говорил, что работает больше. Хорошо. Кого еще назвать? Игорь, выручай. Коля Генералов. Коля Генералов. Что, он на потоке работает? Ну, вот я про то, что он не работает на потоке как раз. Так, а мы про то, что работает. А, кто работает? Жиромика или... Виталя, именно в Жиро. Виталя, да. Юра работает на потоке? Да. Даник. Да, Даник. С Пьянином работает. Так. Еще остался Шевел. Назвали. Юра нормально работает на потоке, причем постоянно. И Юра, и Даник, и Виталий. Виталий вообще всегда, когда в городе находится, он либо где-то, либо у кресла. Кабанов. Кабанов, да, работает на потоке. Богдан Бородин. Но это уже довольно много. Багир. Багир, да, работает. Нет, просто есть определенные персонажи, которых вы не называете, они не работают на потоке. И очень много... Я понимаю, что можно говорить за свой прошлый опыт, что я работал, у меня было много клиентов, я знаю, как сделать деньги, я знаю, как делать доп. услуги. Тогда не было этого. А сейчас они про это могут говорить. Вот, они все крутые в стрижках и все такое, но нужно понимать, что у мастеров запроса работать с клиентами. Не все мастера работают с моделями. А если я не работаю с моделями, у них с этого выхлопа вообще, ну, только если это не конкурс, где ты там кем-то стал, где ты даже... Если да, ты не какой-нибудь коллекционный мастер, который работает. А с клиентами может помочь работать только тот, кто тоже работает с клиентами и просто это делает хорошо. Ну, вот здесь как раз-таки мне один раз посчастливилось пообщаться, хоть и по видеосвязи с Аланом Биком. Я тоже задал ему такой вопрос. Он говорит, я вообще не представляю себе не работать на потоке. Вообще, я вот пока не представляю. Вот я, знаешь, когда говорят, да, мне будет, типа, 30 лет, я уже не буду работать. Я вот не знаю. Я прям пока не представляю. Возможно. Пока ты себе границу 30 лет поставил. Ну, нет, это вообще, знаешь, типа, просто такая цифра классическая, о которой все говорят. Я пока не понимаю, как это, как мне идти на работу. У меня выходной, я иду в салон просто. Ну, практически от каждых барберов я слышу такую вещь, что, ну, я же не буду до 40 лет стричь. Да, да, да. Я хуй знаю. А что ты можешь делать? Да. Я не знаю, потому что есть там барберинг классно, вообще парикмахерское искусство, суперкласс, очень много вариантов развития и много к чему можно прийти. И я понял, что я точно, понятно, что там сторонние какие-то еще проекты могут быть, которые сильно много времени не забирают, но я знаю, что, типа, меня приведет к большому успеху точно стрижки и что-то связанное с этим по-любому. И я, типа, понял, что мне надо бить просто вот сюда 100%, потому что я знаю, что здесь делать, как это работает. А есть несколько вариантов, да, как заработать и быть классным чуваком. Есть люди, которым вообще, во-первых, хватает. Этого я не понимаю. Есть, ну, есть, которым хватает, реально, есть такой метод. Заработал одну сумму и все. Мне хватает, да. Не, еще чуть-чуть там, мне нормально. Бля, научите, пожалуйста. Я не знаю, мне не хватает. Мне не хватает постоянно. Постоянно с голой жопой, сколько бы они заработали. Да, можно зарабатывать на АМК, быть известным в СТК. И второй вариант – это бизнес. Либо ты классный потоковый мастер, который повышает ценник за счет еще остальных каких-то. Либо ты просто дорогой мастер. Хорошо, три. Дорогой мастер работает, я думаю, только в больших городах. Это когда ты зарабатываешь, я думаю, в России сейчас от миллиона, и это нормально. При этом ты достаточно неизвестный, ну, в узких кругах. Но ты работаешь со звездами, ты там персональности лиз, у тебя там час твоей работы стоит 30-50 тысяч, и, ну, вот, это клево. Либо ты тренер, либо ты бизнесмен, владелец салона. Вот, из чего ты начал, да. Я же не буду до 40 лет стричь. Когда ты таким людям задаешь вопрос, что ты будешь делать, да что-нибудь придумаю. Говорят, что буду заниматься преподаванием, что-то вести. Нет, это тоже нормально, ну, это как раз есть цель. У меня мастер-класс сейчас начинается с цели моего мастер-класса, и второй слайд у меня про то, какие у вас цели. Почему вы сейчас здесь, и почему вы вообще сейчас в этой сфере. Потому что это очень важно понимать, вообще, к чему ты приходишь, зачем. Многие, мне кажется, не понимают, зачем они вообще начинают стричь. Барберинг стал такой очень классной, какой-то прикольной движухой, где ты типа за месяц что-то научился. Это тоже прикольно, именно что классная движуха, где ты за месяц что-то научился, и сразу ты сотку зарабатываешь, такого нет. А многие до сих пор так думают. Так и думают, конечно. Для меня очень большим разочарованием было, когда я обучал с нуля, то, что, когда спрашиваешь опять, для чего ты этого хочешь. Бабки. Нет, не бабки, а я хочу эту работу, пока учусь в институте. Я говорю, барберинг превратился в кальянщиков. Раньше все шли и были кальянщиками. Бармены, официанты, кальянщики. Да, сейчас такие, блядь, ну барберы вроде поинтереснее, лучше выглядят, что-то вроде больше зарабатывают, пойду туда. Очень плохо, что это так, но от этого многим только лучше. Ну пока есть. Вы заработаете денег на академии, ничего страшного в этом нет, ну пусть будут. Это фильтруются люди все равно. Они все равно популяризируют процессу, ой, популяризируют саму работу, да, само ремесло. И в любом случае от этого узнаваемость больше самого барберинга, самих барбершопов. Чем больше барбершопов, тем больше клиентов. От этого не хуже. Мне обидно, как человеку, который всего себя отдает, и вот эти типы, которые думают, блядь, чувак, это не так не работает. Вот ты меня просто бесишь. С одним чуваком я так общался тоже, и он такой, а что там отучиться на барбера долго? Говорю, ну бля, как тебе сказать, я 6 лет ебашу уже. Докую, да, а что бы там зарабатывать, там сотку, сколько надо? Говорю, ну достаточно много времени потратить. Да, это не так, сколько это кажется. Типа я поебашу там год и начну зарабатывать. Нет, если сравнивать это с институтом и со всеми делами, чтобы заработать, быстрее. Опять же, при наборе у тебя определенных характеристик и так далее. В любом случае, когда-то можно дойти, но вот если сравнивать, сколько там, 5 лет учиться, да, обычно? Ну, в среднем, в институте. От 4 до 6. Ну, вышел, ты 40-60 там получаешь, мы опять про деньги начинаем говорить. Естественно, ты пока дойдешь до сотки, 10 лет может пройти. Ну, примерно, да, на каких-то. А тут, естественно, это быстрее. Но в любом случае, им кажется, что это еще быстрее. Что это проще. Ну, это так и есть. Но, с другой стороны, приходя в эту профессию именно вот за вот этим быстрым заработком, тебе, скорее всего, нехуй тут делать. Вообще, да. Я просто понимаю, что я пошел стричь не в барберинг. Я когда пошел стричь, я не знал, что такое барбершоп. И когда я пришел устраиваться в ЧОП, я тоже не знал, куда я пришел. Вот это самый прикол. Просто что-то там мужиков стригуешь. Да, что-то там. Почему пришел стричь мужиков? Потому что в последнем месте, где я работал, потом этот салон закрылся. Я знал, что он закроется. Мне сказали, два месяца можешь подержать? Все мастера ушли. Типа, это первое место, где у меня мама работала через знакомого. Вот я туда попал. И поработай. Сейчас арендотары новые придут, как раз, чтобы в минус не ушло. Я говорю, да, поработаю, конечно. И мне там 15 лет было. И так вышло, что... Блин, как бы с кайфом я лет в 15 начал стричь, конечно. Сейчас бы вернуться свои 15 лет. Так вышло, что в этом месте просто 80% клиентов были мужики. И мне просто больше понравилось с ними работать. Тем более, когда тебе 15, ты недостаточно уверен в своих силах. И в том, что ты делаешь. С девушками работать, это просто... Они вообще... Сейчас я уже работаю вообще спокойно. С кайфом у меня есть свое мнение. Я говорю и такой, нет, тогда мы не будем делать. И тогда, короче, мужики... И где-то в ВК у меня вышло, что... Ищем мастеров. Мужская парикмахерская. Чуп-чуп всегда было написано. Мужская парикмахерская. Потому что барбершоп это что-то по-пидерски. Да, не по-пидерски. Это типа вот это все. Да у нас тоже называется мужская парикмахерская. Не барбершоп. Во-первых, давай, это перевод снова барбершоп. Да, да, я знаю. Просто для клиентов... И звучит для меня сейчас достаточно дешево, короче. Потому что испоганили, избили вообще просто. И называться барбершопом для многих клиентов... Потому что он мог прийти в такой засранный, дерьмовый барбершоп, где... И он думает, бля, все барбершопы такие. А он такой, о, мужская парикмахерская. Хотя он не понимает, что это то же самое. Но такой, ну, это просто мужская парикмахерская. Экономки убили это слово. Когда стрижка 300 рублей, мы тоже барбершоп. В стиле барбершоп. Да, 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 барберская стрижка. Вот это, постоянно. И мне нравилось как раз, вот ты говорил изначально, почему у нас нет PlayStation, простота. Я говорю, что, блин, все просто. Возможно, что я воспитался именно как раз-таки при росте в Чопе. У них классный слоган. Мы просто стрижем мужчин и делаем это лучше всех. Все, что надо клиенту, бля, больше, ему ничего не надо. Все, что сверху, это просто бонусы. Это так работает. Такое вот быть. Насколько бы в йобистый тип меня не был, насколько бы у него там много чего в жизни не видел. В первую очередь он приходит просто за стрижкой. И мы тоже самое делаем. Стрижка самая первая, за чем он приходит. А все остальное, типа газировки. Ну, кофе там, понятно, да, газировки. Какие-то допы сверху. Бесплатные, не бесплатные, не важно. Это 10, дай бог, процентов. Это просто бонус, и мне хочется это делать только, чтобы сделать своему клиенту приятно, потому что это уже, ну, как бы на взаимном уважении это делается. Никогда это, короче, прописано, что так должно быть у тебя. Потому что я знаю, есть франшизы, где, короче, по регламенту есть такое, что ты каждому клиенту новому, каждому новому клиенту должен сделать комплимент в виде услуги. И это очень наигранное пиздец. И вымучено как-то. Да, очень. Я сделал с кайфом, знаешь, какому клиенту комплимент? Который попробовал какие-то допы новые для себя. Взял кучу косметики или еще что-то. Или мне просто хочется. Мне вот человек приятен. Вот сегодня просто у меня настроение такое было. В кайф. Да, я там сделаю, не знаю, окантовку бороды можно сделать, любую херню. Воск можно сделать, не посчитать. Я понимаю, что человек немного зарабатывает, но при этом он следит за собой. Я всегда вот это говорю. Есть типы, которые хорошо зарабатывают, и они жмоты. А есть, которые немного зарабатывают, но он следит. И он в любом случае покупает у тебя, приносит тебе деньги. И мне такому человеку вдвойне приятнее делать. Не потому что, типа, бля, красава, ты мне деньги принес, я вот тебе сделал. Мне просто вот оно на человеческих, понимаешь, ощущения. Ну да, это человеческий такой очень приятный. Да, да, я думаю, ну я тебе вот, я даже не говорю, что там бесплатно, я тебе сделал воск комплиментом. Понял, что это как в сервис писать. Могу там при администрации, эти же люди, когда выходят, очень много раз было, что эти же люди выходят и встают к админу. Админ там говорит, вот услуги. А он такой, у меня воск еще был. Угу, было-было. А ну ты от этого думаешь, бля, чувак, я тебе 10 раз вас бесплатно сделаю. А я админу сразу там написал, не считай. И все. Вот от этого сильно приятно. Мне не подходят туда надо. Да, а клиент, который говорит, слушай, а ты мне скидку можешь сделать? Думаю, да пошел ты, бля. Ты меня не ценишь. Ну то есть... Две разные категории клиента. Да, ты мне не ценишь мое время. Вот с чего бы. Хуй знает. Что, по баттлам? Как давно ты участвовал в баттле, 19-й год, это был последний? Вообще есть желание участвовать сейчас. Буквально несколько месяцев назад пацаны готовились как раз к Main Stage. Пацаны, я на вас смотрю, так хочу участвовать. Не знаю где. Вот сейчас думаю, может быть, куда-то залететь. На онлайн-конкурс будешь залетать? Вот я думаю. Я еще не прочитал ничего. Зачем мастеру баттловая движуха? Вот на твой взгляд, как мастер, который стрельнул на баттле, выиграл сначала удлиненку, потом Барбер Кинг. Почему? Вот у меня многие коллеги, они такие, ну, блядь, типа, ну, касаешься и красавчик, типа. Зачем мне это делать? А я их пытаюсь подопнуть, такой, давай, чувак, участвуй, делай, пытайся. Зачем я пошел? Короче, начиналось все в семнадцатом году. В семнадцатом году я участвовал два раза за три месяца. Это первый раз был в сентябре, второй раз был в октябре на Барбер Вик уже. На Барбер Вик из-за незнания правил мной, из-за небольших знакомств в Москве и как все это происходит, я занял последнее место в волнистых волосах, без волностых. Была такая категория? Да, стрижка на волнистых волосах. Уф. Семнадцатый, восемнадцатый. Шестнадцатый он был еще. Потому что, бля, у чувака не было волнистых волос. Это весь прикол. Берешь диффузор, там, ебашь. Алан Биг. И он такой мне говорит, бля, чувак так хорошо постыг, говорит, но это не так. И нифига времена были, Алан Биг судил баттлы. Да. Ебашь. Спомнил, прослезился. Девятнадцатый год, и у меня все из Европы все судили, все англичане судили. Это потом просто корона, а потом не ездят они что-то. Ну, вот что-то так получилось. Да. Вот. И, короче, ну вот занял последнее место. И такой, бля, ну, обидно было. И, как бы, я понимаю, что я сделал хорошо. Я сделал, ну, там, несложную стрижку. Я такой, типа, волнистый квив сделал, можно сказать. Какой-то такой, типа, наверх поднятый. Я какие-то волны помню. Тайпера, я помню, сделал. Просто качественную, хорошую стрижку сделал. Ну, там, а при этом у типов волны. Кто-то на утюжок там сделал или еще что-то. Просто моя модель. Причем, что он сам парикмайкер. Единственный человек, знакомый, на тот момент был в Москве. Которую можно было туда подтянуть. Я ему говорю, не стригись за месяц-два. У него были бы кудри сверху. У него была цель сделать кудрявый верх. И он подстригся. Блядь. Тогда это было еще не так популярно. Сейчас этим очень много уходит. Когда здесь копна прям такая. И тайпера там какие-нибудь. И он такой, окей. Каждый школьник сейчас, Бургер Кинг, зайди. Я вот был на днях, пиздец. Просто каждый второй. Вот. И штор еще. И шторки. Короче, вот. И он мне пишет сообщение за две недели. Бля, братан, я тут недавно подстригся. Причем, я говорю, пожалуйста, не состригай сверху. Много. Мне там на батле надо быть. Он мне взял состриг, у меня нет кудрей. Я говорю, блядь. Ну, он мне говорит, ну ладно, попробуем. Вариков не было кого-то другого. Да я тупой. Вот так не делайте. Надо найти. Я бы нашел, скорее всего. Я думаю, что не найду, потому что... Ты забил хуйца. Нет, это ограниченность в голове. Ты такой, да кого я, блядь, найду? Да я не знал, что есть модельный агент. Я просто не знал. Это мои первые два батл. Это мои... Кого нашел, того нашел. Да, мне в 18 лет было. Я не знал. Идиот. Но вышло, как вышло. Проебал. И вот за этот год так вышло, что в 18-м году я уже на сцене выступал Барбер Вика. Это вот 17-й. И следующий год я уже на сцене выступал. И, короче, выступал с Джонни, кстати. Мы в паре выступали. Тогда выступления были попроще. Никто не готовился. Мы так... Вышел, стриганул, что-то попиздел. Что будешь говорить? Да, давай по очереди. Вот так. И номинация называлась «Молодые таланты до 21-го года». Ну, наше выступление. Мне было 19, ему 20. И прикол в том, что в 18-м году выиграл он, в 19-м я выиграл. Вот такой прикол вообще получился. Вот. И я такой думаю... Ну, в 18-й год, думаю, участвовать. Ну, блядь, зачем мне участвовать? Просто нет желания. И, во-вторых, зачем я хотел быть участвовать? Может быть, как-то поднять медьюку? Я уже ее поднял как-то само. Инста. Все работало. Короче, кайфа выходить особо не было. А что пошел тогда? Так вот, в одно из утр, я это помню, как это было. Стою просто умываюсь и такой... Из ниоткуда, бля, мысль пошла. Хочу участвовать на батле. Ну, понятно, что жизнь как бы по-разному происходит. Что-то там тут послушаешь, там послушаешь. Кто-то говорит, я не хочу, я там нормально все, я не хочу там тут. Или наоборот, я хочу участвовать. Почему? Мы там спорили. Короче, вот этот весь год. Я говорю, да я не хочу, типа, мне это не надо. Я там потихонечку что-то уже начал обучать. Там что-то кто-то меня знает. У меня там 7 тысяч подписчиков в Инстаграме уже. И, короче, просто вот так хочу участвовать. Вот я хочу. Вот тогда я занял, бля, последнее место. Идиот, бля. Десятое, прикинь. Там если сейчас открыть, ВК полистать, я думаю, там будет. Там с Ромикой, да, десятое место будет. Они, по-моему, даже Барбер Кинг. До сих пор сайт есть еще там какого-то года. Ну, как, 21-го, наверное. 21-го. Да. Можно мою работу говенную. Ты такой, бля, я хочу участвовать. Прям хочу просто и все. По-любому думаю, да что я думаю, как так. В 17-м году просто я думал, мы прям уверены были, что мы на хорошем, а мы и были на хорошем уровне в 17-м году, потому что весь уровень, в общем, был не сильно, вау. Да мы все втроем такие, да, мы разъебем. Но в 17-м году наш Антон выиграл креативную стрижку «Стриг меня». Вот. Кто-то из нас все-таки приехал. И вот так вышло, что мы каждый год приезжали с одним призом до 21-го. А, мы и в этом. Наиле у нас второе место занял. Первый раз, бля, второе место. У нас либо последнее, либо первое. Первый раз кто-то второе занял. Традиция сохраняется. Новая глава молодой крови. Да, да. Начали со второй. Но это он первый раз участвовал. Я ему говорю, братан, я первый раз участвовал, последний занял. Поэтому с первого раза второй – это топ. И все, просто хочу участвовать. И все, я вот хочу себе доказать и быть красавчиком перед собой. В любом случае. Ну, и это в любом случае. Это плюс медики. Плюс там уважение. Плюс респект. Респект, да. Респект. От некоторых. Если ты не сделаешь ни дерьмо там, и как-то что-то пройдешь. Ну, и очень крутой опыт. На самом деле вообще. Я никогда не волновался настолько и не был в предвкушении вообще. Адреналин ебаши. Адреналин вообще лютейший. Я уверен, что если я сейчас буду участвовать в таком же батле, у меня так же будут трястись руки. Потому что... Я всегда вообще с таким кайфом просто участвую в батлах. Потому что вот этот адреналин, и ты выходишь. Короче, таких эмоций я никогда не испытывал перед тем, как тебя объявляют. А на сцене? Когда тебя объявляют в финал, то, что ты прошел, что-то сидел, думаю, не я. И объявляют такое, есть видео там, я такой, я прошел. Ну, такой... Это для тех, кто не шарит, короче. Это когда выиграл удлиненную стрижку, отдельную номинацию, объявляют в финал, где... На следующий день ты должен стричь уже. Да, там каждый победитель, короче... Абсолютный чемпион получается. Становится абсолютным чемпионом. Вот кто-то один из пяти. Да. На тот момент было пять номинаций. Вот. И лютейшие эмоции, когда финал закончился, и из пяти выбирают одного, и начинают с пятого места. Когда начинают называть пятое место, я такой, я. Ну, ладно, я четвертый. Ну, третий. И я стою. И моторчик еще сильнее, ебашек. Вообще жестко. То есть они еще тянут. Там у меня есть там... На видео есть момент, когда он говорит, я сейчас знаю, что у меня, говорит, ведущий говорит, у меня сейчас сердце тоже выпрыгивает. Я подхожу, и вот так Григория, знаете, Гриша, который ведет в Барбервик, всегда вел. Ну, такой приятный мужик. Я не помню. Я всегда Гриша, Гриша. Ну, короче, очень приятный мужик. И он, короче, говорит, у меня сердце сейчас выпрыгнет, все такое. Я подхожу, и вот так грудь трогаю, он говорит, Джеро, это сосок, микрофон. Я говорю, да я просто проверяю сердце, как ты потрогай, как у меня просто отлетает. И вот сейчас называют третье место, и все, сейчас назову второе. Ну, он сейчас, уже точно я. Потому что с моделью я опять нашел его в этот же день. Потому что тут тогда был момент, что те модели не предоставляли. То есть я нашел его в этот же день, и была тема с вихрами жесткими на челке. Если сделать что-то назад-наверх, там это достаточно коротко и неинтересно. Я сделал такой удлиненный кроп, и пришлось их обходить. И в середине стрижки у меня мысль, да, проебал, ладно. Ну, ладно. Очень херовый настрой. Я шел, типа, вот так, и просто в середине, да, проебал. Ну, ладно, типа, хоть в финале, типа, вот такая мысль. Потом такой, да, в смысле проебал. Собрался, сука, и пошел дальше. И в конце я такой стою, вот второе место, остался я и Богдан Бородин. Ой, нет, Богдан занял третье, и остался тип с Райвела. Я не помню, как его. Ну, кто-то, кто-то из них. Выблый. Выблый, у него фамилия Выблый, потому что я помню, что на видосе, когда называют Выблый, ну, что-то это Александр. Молодой, который... Я не помню, Александр Выблый. Вот это я помню, почему? Потому что на видео называют не мою фамилию, а его фамилию. А я остаюсь один, и я первый, типа, получается. Вот, я поэтому помню его фамилию. И все, и называют его фамилию, и я такой... Словлю бледного сразу. Да. И вот, ну, короче, эмоции лютые. С какой мыслью ты на следующий день проснулся после победы? Просто в угоне кокоса. Проснулся в смысле, бля, как пояс вести, чтобы мне поцарапать. Почему сейчас хочешь поучаствовать? Сейчас, да, уже прям, я говорю, посмотрел на пацанов, как они готовились, какие эмоции. А я такой думаю, бля, что я просто модели стригу, что-то там иногда, что-то в инсту. У меня в инсте много клиентов именно, потому что я на потоке... Я просто снимаю рюсы, там, нарезал, выложил, поперло. Модели иногда очень редко, или там с мастер-класса в что-нибудь. Вот. Хочется творческой движухи, во-первых. Потому что за последние два года, работая вот в этом постоянном, типа, что ты делаешь, какую-то там коллекцию, еще что-то. А то в один момент меньше становится. Ты такой, бля, не хватает. Не хватает, ты привык и хочешь, короче, потому что понимаешь, насколько сильно тебя прокачивает. Во многих аспектах ты прям прокачиваешься. И даже со стороны ответственности, со стороны собранности, там, какой-то проект сделать, это все очень важно. И даже не ссусь проебать вообще. Вот эта тема, я тоже разговаривал со спикерами, разными ребятами. И кто-то говорит, бля, хочу в баттлах поучаствовать. У кого-то даже не было такой возможности, он там сразу начал выступать. И многих давит то, что на их имидж может как-то это негативно сказаться. Что, типа, проебал ноунейму какому-то. Возможно, повлияет. Но те, кто проебал, о них все забывают. Вот очень многие ждали Межевы на последнем стейже. Он же залетел в фейт, и я очень ждал, Коля, ты должен мне баттл. И он в последний момент просто там устроил свой перформанс. Вот это, что я там стричь не буду, короче, и так далее. Бля, я такой, бля. Короче, не знаю. Я знаю, что я не самый популярный барбер в России, и это точно не из-за этого, что я не боюсь, знаешь, проебать. Я проебу сам себе, во-первых, потому что я знаю, что я могу. И то, что я не боюсь проиграть, это не значит, что я, пиздец, потеряю там вообще что-то там среди кого-то. Да похуй вообще. Наоборот, это получается, я буду первый, кто это сделал, да? Из тех, кто был судьей, вот был спикером, а тут пошел и выступает. Ну, мог быть Межево. Мог быть. Я вот два года перебарывал себе этот страх, потому что... Мне похуй вообще, я участвую. Я такой, ну, проебал, проебал. У меня сложилось такое впечатление, просто когда я только-только начинал стричь, еще не было особой насмотренности, и там подписывался на всех абсолютно барберов, и у какого-то тоже там чувака, у которого много подписчиков, услышал он там, барбер-баттлы в России, это полная херня, это все коммерция, все куплено. Я такой, ну, наверное, не буду тогда участвовать, и все. А вот за последнее время, даже, наверное, не два года, а год, я такой думаю, блин, надо уже поучаствовать в баттлах, потому что что-то прям интересная движуха, смотришь, и мне вот как раз-таки, как непопулярному спикеру, тоже эго очень страшно было перебарывать. Типа я уже вроде выступаю на сцене, и судил даже какие-то баттлы, съезжу с мастер-классами, и пойду сейчас выйти, и словить вот этого бледного нерв, и обосраться. Да насрать вообще. Но в этом году я прям что-то настроен, вот в этот баттл залечу, и интересно, да, попробовать себя в мировых движухах, вот как ваншот. В мировых я хотел, когда корона еще не началась, после барбер-вика, Рома мне говорит, я был у него в феврале, через полгода после того, как как раз барбер-кинг прошел, 20-го года, ну, через два месяца корона, он говорит, в октябре сужу баттл в Испании, поехали, говорит, я тебе помогу с моделью, там, типа, все дела, ну, выступишь на Европе, ну, в Европе проебешь и проебешь, ну, выигрыш вообще кайф, любое место займешь, ну, кайфово. Я все уже настроился ехать, ну, прошло месяц, и корона, и ничего не было. И с тех пор... И с тех пор никто не ездил в Европу. Шаш. С тех пор Европы не существует. Что это такое? Я и до этого никогда не был, это был бы мой первый раз, но я прям был настроен, сейчас отложу бабок, поеду, ты что такого? Поеду разъебываю. Единственное, что ты, да, поедешь один, никого не знаешь, а тут организаторы везут твоего знакомого как спикера, и ты как бы уже можешь там себя комфортнее чувствовать, как минимум, потому что ты зайдешь, и ты там ни нахуй никому не нужен, знаешь, а ты уже знаешь, куда идти, тебе могут помочь найти модель, тебя с кем-то познакомят, скажешь, вот там будет, ну, что-нибудь важный момент. Слушай, при этом даже если посмотреть, ну, объективно, в России уровень выше, чем в Европе, и шанс выиграть где-то что-то в Европе больше, чем в России. 100% в России сейчас уровень выше, чем в любой, блядь, стране, концентрации такой нигде нет. Концентрации, количество и в процентном соотношении у нас просто уже переполняет вообще. В какой стране есть такое количество спикеров? У спикеров уже есть градация. Вот ты говоришь, непопулярный спикер. Ты хорошо стрижешь, хорошо можешь обучать, очень много знаешь про бренды, много знаешь аспектов, на чем можно давить. Таких куча ребят. И есть еще, а в других странах, что есть только известные? Ну, может, мы про них просто не знаем. Да, блин, нет. Там есть просто еще момент, что... Можно, мне кажется, по пальцам пересчитать. Даже вот как мы это делаем с мастерами на потоке. С любой страны, да. У нас чуваков, которые знают по всему миру, больше, чем типов, которые с Бразилии там даже возьми, с Америки ты возьми. Не будет столько людей. Особенно в сфере, наверное, женских стрижек. Женских вообще у нас пиздец. Там Осипчук и вот эти все очень крутые типы. Ну, это вот, знаешь, как раз-таки тоже с этим сталкивался. То, что вот там стрижешь, там ты там, как Сергей Зверев. Ну, мне кажется, каждый, кто начинал стрижь, сталкивался. И я отвечал, говорю, так извини меня, говорю, в 90-е годы Сергей Зверев разъебывал мировые конкурсы. Да, да, да. Нет, тут надо смотреть еще, знаешь, на что? Что, твои клиенты по-любому были в Европе, которые говорят, бля, стрижь, в Европе вообще херню стригут. Я стриг много иностранцев, когда у нас универсиада тут была. Да, 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 я тоже. Ебать формы все вот такие круглые. И они в шоке с того, что ты сделал. Мидфейт ебанул обычно. Ты просто подстриг. Просто подстриг очередного типа. Они тебе чуевые накидывают, говорят, было классно. Да, потому что у них, чтобы попасть к хорошему мастеру, это прям, блядь, надо найти. Потому что большое количество у них барбершопа, это не как у нас премиальный сегмент, это обычный сегмент. Там премиальный сегмент – это салоны, что стоят сильно дороже. Ну, в наших суммах это от пятака, может, стоит там в Англии какой-нибудь. Вот. И там в салонах тоже так себе все. И есть исключительно мастера. Понятно, что везде есть исключительно мастера. Но есть какой-то средний уровень, который у нас поддерживается сильно лучше. Ну, классические все стрижки у нас в основном везде сделают нормально. А в Европе нет. Сто процентов. Клиенты говорят, я прихожу, я не знаю, что это за херенка. Вернее, у него тонкие волосы, мягкие, знаешь, там ровная голова. Он говорит, ну, не могут сделать просто там… Симметрию соблюсти. Вообще, да. У меня кореш… До сих пор, наверное, крюкаты какие-то популярные. У меня кореш жил. Жил три месяца в Германии, там работал, стажировался. Говорил, ты что, ты идешь по улице, и тебе прям клиенты махают через дорогу, которые были у тебя, и спрашивают, не собираешь ли ты уезжать еще. Да, да. И я знаю, у меня чувак из Германии, говорит, я у турков стригусь, говорит, у европейцев. Вообще они, говорит, охуевшие, расслабленные, ничего не делают. Турки, говорит, дешевле и нормально. Качественнее. Ну, какое-то там у них, ты знаешь, турецкое качество, как они это делают, насколько это грязно, там, антисанитарное, вот это все, но какую-то там сайт-парк какую-то тебе могут сделать. Ну, и контура набора. И поэтому я считаю, что в России настолько хотели, несколько лет назад, я это помню, 2014-2015 год, вот когда все только-только, настолько все хотели быть похожими на американцев, в первую очередь, на тот момент. На англичан. Это потом. Сначала на американцев и делать такие фейды. В смысле, это не фотошоп, когда там они топиком пшикали, мы такие стояли вот так. И тогда я помню... Работа, победившая на ваншоте. Не знаю, какая там работа, что ты победила. Вот такая же. Вот такая. Там всегда такая. Круглая форма, заваленная, топик пиздец. А, мне, у меня коллега показывал. Вот такие работы. Вот. Он говорит, как это выиграло? Я такой смотрю, не знаю, как это выиграло. Как на это вообще реально можно оценивать? Короче, вот, настолько мы хотели быть на этом уровне, сейчас мы их в этом точно перешагнули. Если взять наших фейдеров, лучших, они лучше их лучших. Сто процентов. Наши лучшие лучше их лучших. Переросли. Сто процентов. Если и на тот момент был тип, есть Эйрет, 23. Да, и очень мега популярный самый медийный. Еще один-то тоже вместе. Крис Боссио? И он есть. И еще один там тоже похож. С Элегант с этим на коже? Да, да, да. Тейлор, что-то такое. Нет, и Тейлор, мне кажется, больше сейчас. Банда сутенеров. Короче, там есть тип. Тогда у него было типа 300-400 тысяч подписчиков. Может, накручивать. Там Вестер Барбер. Вестер, да. Вот, Вестер Барбер. В первую очередь, ну, тогда все на него смотрели. Я думаю, весь российский барберинг старый там. Было дело. Смотрели все туда. И тогда у них стрижка стоила 100 баксов. Мы такие сидели, ебать, 100 баксов. У Эрада потом я смотрел Букинг 250. Вот сейчас тогда 100 долларов. Это сколько? Пять тысяч? Тогда да. Ну, с нашим косарем. По нынешним меркам в Москве есть ребята, которые стригут за 8. В Барбере. И это нормально. Поэтому тут мы их переросли. В плане сервиса у них, видимо, его не было. А мы захотели это сделать все настолько, что у нас лютый сервис. У нас ребят, кто шарит в удлиненках, еще больше, чем в Англии. Потому что в Англии есть там три школы, допустим, да? Которые мы только такие, мы только такие, вот только такие. Возьмите ребят, которые взяли и там поучились, и там поучились, и там поучились. И они знают вообще эту удлиненку со всех сторон. Они все копаются, разбирают вообще очень жестко. Как у Шевела сейчас с Игриком в проектах. Там, короче, 3D вот эти проекции, там просто ахуй. Вот, и лютые дискуссии, когда ты разговариваешь с мастером. Ну, есть разные мнения, и мы пытаемся там что-то найти, кто прав, почему. А у них такого нет. У них, я уверен, что вот моя школа, я стригу так. А ты такая школа, ну, стрижешь так. Где правильно, непонятно. Потому что раньше мы такие, а как правильно стричь, мы не знаем. Никто не знает, как правильно стричь. Все стрибут, кому как по кайфу. И у нас в итоге-то все топы знают, как делают в каждой школе топовых английских. Потому что пришлось разбираться, копаться, искать, изучать. И в этом мы круче англичан. Я считаю, что у англичан, если смотреть, да, изначально, чем они стали популярны, это удлиненные все-таки фасоны, текстуры, растрепанные текстуры. А у американцев фейды. Хотя мне, если смотреть, то стиль английских фейдов больше нравится. Вот то, что они привели. Я не могу сказать, что стиль английских фейдов. Я так говорю, потому что это они привели изначально вообще в барбере. Ну, то, что у нас потом начали копировать, стараться, подражать. Да, это нормально. В целом из-за этого растем. Даже по удлиненкам, даже года два-три назад, все просто ссались от того, что делает Джош Ламонака. Все такие, эти one section, two section, все. А сейчас ты смотришь уже, думаешь, блин, чувак, есть вопросы. Да, да, да. Норм стрига. И все равно хорошо. Ну да. В любом случае, нет, его заслугу вообще нельзя убрать. Не, ни в коем случае. О, про удлиненочки, кстати. Ты выиграл батл в удлиненках. Ага, все равно, что я фейдов. Да, да, да. Участвовал в Barber King в финале с удлиненкой. Да. Какого хуя все думают, что ты фейдер? Потому что я один раз занял второе место на фастфейде в 2017 году, а первое место занял Миха. И мы оторвались от всех на что-то 15 очков. Были самые последние. Это просто вот такая история была тогда. Симушка выставила свой стенд на одном из первых мероприятий, на котором мы были. Первый раз они выставили стенд, и только там фастфейд. Короче, идем. Миха взял себе инструменты, я не взял с собой. Я приехал посмотреть вообще, что происходит. Первый раз это был Barber Connect, на следующий день был Top Gun шоу, когда Джоша вообще первый раз привозили. Я поехал вообще на него посмотреть, думаю, что за тип... Я в Инстаграме смотрю за ним уже там год, с 16-го года я вот за ним смотрю. А тут живьем. Да, тут живьем. Тогда изначально для меня это вообще странно выглядело. Все, что он делает. Типа, в смысле он делает фейд без насадок? Я без насадками еще не могу. С Айконовской там, по-моему, была у него какая-то. У меня до сих пор есть такая. Мне, кстати, из Айконовской насадки подарил чувак из Красноярска два-три года назад на мастер-классе. Я не мог все найти, и он мне просто загнал все насадки, весь набор. Такой, бля, спасибо тебе большое. Когда у вас с Мехой приезжали. Да, да. Прикол? Интересно, кто? А сейчас эти насадки хрен найдешь. Я искал. Да и нахуй они не нужны, эти насадки сейчас. Все вдруг выяснили, что оказывается не обязательно иметь Айконовскую насадку, чтобы поедить. Да, конечно, нет. Это можно тройкой делать и обычной. Просто ей немножко проще, что она... И у нее даже не за счет того, что она тоньше, а именно изгиб отличается чуть-чуть. Это как делать на круглом и на прямом ножей. На круглом удобнее, но можно и на прямом. Так почему фейды-то в итоге? Да, бля, вот мне кажется, из-за этого. Потому что все-таки Барбер Кинг это симушка, да? Это был стенд симушки. И вот так вышло, что там третье место было 38 баллов. У Мехи 54, у меня 52. Мы зашли вот последний. Меха меня подстриг. Я вдохновился к тому, что он меня подстриг. Я такой, бля, прикольно, я тоже хочу. Пошел, нашел типа из толпы просто. Говорю, пойдем я тебя постригу. Тогда это было вот так просто. Просто левый тип какой-то подходит к тебе, говорит, пойдем я тебя подстригу. И ты такой, пойдем. Он пришел, сел, я его подстриг. Немножко перефилировал. Меха говорит, если бы ты не перефилировал, там ребята еще говорили, то ты бы выиграл. А что по времени получилось? Я не помню. Тогда что-то минут на 4, тогда давали 30 минут. Меха мне еще бороду сделал и уложил. В этом и весь при помощи. Он мне окантовал здесь бороду, свел и сделал укладку. Вот так. Я всего этого не сделал. Меха вообще сильно быстрее меня стыжет. Он типа очень быстрый парикмахер, вообще очень сильно. Вот. И короче, у него вышло что-то 24, у меня 28. Вот что-то такое. Тогда давали 30 минут, это был первый раз. Ну давали бы 20, мы бы сделали быстрее и все равно выиграли. Просто не доделали бы некоторые места, да, например, не доработали бы. Просто дали время больше доработать. Так а тебе самому-то в итоге что больше нравится? Что именно? Удлиненочки или фейт? Да, одинаково. Больше, естественно, нравится разбираться в удлиненных, потому что есть что-то в чем разбираться, а в фейде не в чем разбираться. Что там? Я-то упростил все это для себя максимально. Да все, мне кажется, упростили уже давным-давно. Да не знаю, дорочеров до сих пор вижу. Давайте делать 18, потом 16, потом 14. 14 открыт и закрыт на половину. И вот это все. Я уже даже мастером-универсалом, кто ко мне обучаться приходит, я им не даю никакие схемы. Говорит, блядь. Какие схемы по фейдам? Это все, во-первых, фейд хорошо. Хорошо. Фейд насадками всеми выглядит лучше. Спорю. Но тут стилистика. Мне нравится, например, на кропе с такой линией веса, как у меня, фейд этими насадками. Сжатый, сжатый. Для меня выглядит дешевле. Вот этот, типа, понял? Если американский фейд налепить сюда, будем вот так шаблонами разговаривать. Мне нравится более резкий, чтобы это было белое и сразу почти черное. Там у тебя вот такая гайдуха, линия веса, и между ними вот такой фейд. Вот. Нужно понимать, где это использовать. При этом, когда у меня сверху даже 19, мне все равно резкий больше нравится, потому что вот эта округлость, которая гладкая, все идет, мне тоже не нравится. Это больше вот... Понятно, что его делать сложнее и все такое, но вы должны понять, что сейчас это стало как фейд-ножницы, и, блядь, он нахуй никому не нужен. Как бы вы ни пытались это все. Ну, реально, я это сведу лучше, сделаю на раз-два, сведу на расческе, стушую. Клиент через неделю придется тридцать, в любом случае через две. И он обрастет, он этого не видит. Это нет всей ценности. Видите, в чем прикол? Что вы это все делаете, а никто это не ценит. И волосы медленнее не растут от этого. Вот так это работает. Ну, так и есть. Есть чуваки, которые верят в то, что от фазы луны волосы растут быстрее. Да, у нас есть чувак, до сих пор оказывается. Мне когда администратор нам сказал об этом, я такой... Жена звонит, записывает. Сейчас я посмотрю, полуне там, когда надо его записать, я запишу. Я вот, кстати, об этом очень долго спорил как раз с Мишей Высотиным, который был здесь на первом подкасте. Он тоже чувак, который вот любит фейт из кучи насадок. А я тоже там 2-3 максимум насадки использую, и все. То есть, чтобы это было быстро, красиво, да, и ровно все. И мы с ним, когда только устроился в тайгу, мы долго-долго с ним предоспорили. Он мне там пытался догадать. Это не фейт, это не нужно. Я говорю, чувак, ну реально, клиент же этого не видит всего. Нет, это и не значит, что ты клиента наебываешь. Ни в коем случае. Нет, то, что не видят, да, не конкретно этого. Ребята, нет, все, кто делает фейт насадками и очень много насадок используют, вы, безусловно, красавчики, но... Но даже в баттлах это не так ценится. Если ты можешь сделать качественную штуку, используя ноль насадок, почему бы и нет? Иногда, иногда, вот клиент садится, я такой, бля, хочу сделать фейт насадками. Вот бывает. Ну это лоу фейт, какой-нибудь помпадур, там, что-то. Какой-нибудь контраст, ну просто, мне хочется, вот просто есть желание, я вижу, что голова подходит идеально. Подрочится. Просто, да, вот на 10 минут больше времени подрочится. Это вкусовщина и желание, просто все зависит. В моменте, но чаще всего я такой, ты не хочу, я хочу наоборот. Это же вот как бы как желание, это как, я, например, сделаю переход, сидела и смотрю на линию веса. И в этот момент, как я делаю, не считая то, что есть как бы определенный алгоритм того, как я работаю, иногда бывает, что я такой, у меня есть алгоритм, что я это сведу машинкой по расческе, а мне в этот момент охота делать тушевку. Просто мне кайфово, я люблю свою работу и мне хочу кайфануть от тушевки. Результат в целом будет, ну плюс-минус. Тушевку я буду делать дольше. А, по факту, результат получится одинаково. Но охота... Просто вот охота. Возьму и сделаю. Так же и с фейдом. Вот я просто хочу сейчас сделать фейд, вспомнить, как это затемнить полностью уголок, сюда опустить, вот этим заниматься. Сделаю, даже подсниму, но часть всего я делаю так, и мне больше нравится. Мне нравится именно стиль работы, что я раз-два там чик-чик, шу-шу, и пошли. Это, кстати, да, и вот выглядит интереснее для клиента со стороны, не когда-то, да, скручившись две насадки. А еще знаешь момент, что раньше, когда ты потел и менял насадки, потел и менял насадки друг за другом, клиент думает по-любому, что ты жестко скажешь. Да, да, да. А сейчас-то, если он не видел, как ты до этого делал сейчас, он думает, что ты вообще херню делаешь. Ну, типа, очень просто. Ты же берешь, мне одной насадкой вот так делаешь, и все готово. А то, что ты это делаешь, потому что ты прошел ебать, вот это все, и ты это умеешь, это мало кто понимает. Он говорит, когда мне клиент говорит, ну, сейчас уже похер, раньше мне говорили, мне было прям очень обидно, когда говорит, ноль по бокам, а тут там, ну, что-то. Ну, что переход только плавный был. Нет, я не просто, знаешь, по бокам ноль, и он думает, что там реально ноль. Я говорю, чувак, я тут потею пиздец, какой ноль. Он думает, что ты взял вот так. Да, было обидно. Сейчас-то реально для них так и выглядит. Взял тачку, вот так поделал, готово. Для них-то это реально просто. Это как в том видосе, что твой парикмахер, что будет так стричь, шел к этому 15 лет, ты плачешь ему за 15 лет, а не за эти 5 минут. Ну, по факту, так и есть. Так и есть. Что, давайте зафиналимся вопросом про форумы Стель. Что ты там делал? Вау. И какого хрена? Вау. И как отличаются барберские и парикмахерские фестивали? Если взять просто барберский, бля, я вообще в шоке. У меня друзья недавно участвовали на тоже какой-то парикмахерский фест в Москве, День парикмахера. Они говорят, ебать, парикмахеры отдыхают. Да, да, вообще это совершенно другая движуха, более элитная. Ну, типа, знаешь, там есть, они с опытом, они все взрослые, они все, ну, совершенно другие. На стиле, на другом. Да, барберы как будто как бандерлоги какие-то, или гопники выглядят на фоне... Распиздяя больше подходят им слово. На фоне них, да, когда их нет рядом, все круто, когда рядом с ними... Ну, а рядом появляются такие, типа, подростки, какие-то нефоры. Да, да, да. Почему так? Это и по девушкам видно. У нас как бы понятно, да, что все ухаживают, они на стиле все такое, за собой, да, ухаживают. Вот, и есть те, кто прям девочки-девочки, но там только девочки-девочки. Там вообще нет такого, как у нас, когда ты не отличишь, или там он на широких штанах. Вот, это, я думаю, что, во-первых, возраст. Вокруг, кто рядом с тобой, и изначально он, путь вот так и идет, понимаешь? Изначально он так шел, они все к этому привыкли, вот так все работает. Парикмахерский фестиваль, который есть просто парикмахерский фестиваль, чемпионат там России по парикмахерскому искусству, полный отстой. Ну, нет, я не золотые ножницы имею в виду. А, да, да, а есть... Извините. Есть такое впечатление? Сука, наговорил. Я просто был, но это несуразно, блядь. Нет, на такой он не был, был. Был на другой. А здесь, во-первых, это было закрытое мероприятие только для тех, кто работает на Estelle. Там было сделано с целью вдохновить людей вообще на работу с брендом, на работу вообще. Ты просто оттуда выходишь, такой, бля, нифига. Настолько все вот можно круто сделать, ты просто смотришь на все шоу и понимаешь, что, ну, люди стараются, и ты тоже можешь стараться. Я не говорю, что если я не делаю, то я тоже могу. А вообще просто это именно вот называется вдохновение. Это вот именно и есть вдохновение. Вот так и было. Хотя стрижек со сцены ни разу не увидел. Никто не стриг. И нету, наверное, и батлов, и корнеров нету. Есть корнеров нет. Есть только у них свой конкурс, называется Ева. Это видеоконкурс, где показывали финалистов первый день и объявляли победителей. Второе – это конкурс «Звезда Эстель». На следующий день вывозили коллекции и показывали работу. То есть показывают фотку, которые отправились, я не знаю, полгода назад. Выходит мастер и модель, та же модель, которая на фотке, в этой же одежде, в этой же прическе, и он идет на сцену. Как будто не спавший вообще. Да, вообще, то есть он эти полгода просто ждал. И очень круто, потому что уровень, реально, я думаю, что даже мужские стрижки, зенских, не очень. Все удлиненки реально грамотные. Ты смотришь, насколько все грамотно подстрижено. Ну, салонные, понятно, да, дизайны больше. Но это тоже неплохо. Это наоборот, для жизни, для носибельности больше подходит немножко. Стилек, одежда, мейкап. Да, вообще очень круто. Женские стрижки, ну, вообще без вопросов. Ну, очень, очень круто. Короче, я офигел от того, насколько круто они относятся вот к своим клиентам, да? А эти клиенты, их друзья. Они всех заселили в пятизвездочные отели. В лютые отели в сам... Всю тысячу человек? Все. Ебать. Есть там что-то пять отелей, и все пять отелей только парикмахеры. Прокинь. Нам до этого масштаба супер далеко. Жили, ты это всем барберингом, типа, ты не сделаешь это. Жили, понял, весь отель парикмахеры. Просто как в лагерь приехал. Это отели в итоге, можно, понимаешь, взять большие отели, дешевые. Он просто с такой любовью относится вообще к своим людям, что берет топовые отели. Мы жили через дорогу от Дворцовой площади. Я сначала такой разговаривал с одним из работников. Я говорю, слушай, а вы не сильно балуете своих парикмахеров, вы их так привозите, типа, в отеле? Он говорит, нет, они же за эти деньги платят. Они платят, чтобы поддержать ценности. А это уже от нас как бы наши отношения. Не бонус, а наши отношения, вот такое. Ребят, просто весь день у меня был занят, вот как я просыпался, был четкий график. Когда нам скинули вообще наш маршрут, так скажем, он так, что-то как так называется. Я такой, не в чем себе. Есть такая штука. А почему они считают, во сколько я должен проснуться? Я же ничего там не делал. Оказывается, надо. Я приехал в аэропорт, мне приехал встречать Даник. В аэропорту у них свой ресепшн выставлен, где они встречают всех участников. Понимаешь? Какой-то голливудский уровень просто. Заходишь в отель, тебя тут встречают, там, вы такой-то, такой-то, здравствуйте, это ваши подарки. Там пакет подарков просто всем. Ваш номер там-то, ну, класс. Ты тоже в ахуе, Игорь? Я просто в ахуе. У нас просто встречают так спикеров, ну, без подарков, без всего, но, типа, классный отель и вот это все. И то, наверное, похуже. И то не везде. И то не везде. В основном это делают бренды, которые со своими партнерами это делают. Организаторы стараются, ну, более-менее, хороший там отель какой-нибудь недалеко. Ну, это нормально, я не говорю, что я охуевший, я хочу только такого уровня. Просто классно, что это есть. А тут они относятся, понял, вот ко всем одинаково. Там нету градации. У них есть классные ребята, очень известные колористы. У них нету такой градации. У нас все-таки, знаешь, насколько бы простой человек не был, любой спикер, возможно, человек, который не такой известный, побоится к нему подойти. У них такого нету. Они все очень близко знакомы. Они все здороваются, обнимаются. Кореша. В этом парикмахерском мире они все, естественно, целуются в щечки, знаешь, там, мужик, девушка, неважно. Да, да. И у них это все нормально, это более такой взрослый, прям грамотный такой, знаешь, осознанный движ. Вот. И то, что было там, это я тебе рассказываю просто плюшки, которые были вокруг. Я этим... Не то, чтобы я от этого удивился, это просто приятный бонус. Удивился. Ну, тем не менее. Я не от этого больше. Это просто я такой, типа, бля, странно, почему они так делают? Вот так я думал об этом. Не то, что я увидел, типа, отель, кто такой, ебать, отель. Давай, с чего ты охуел. Охуел, во-первых, с этого расписания. Ну, прикольно, хорошо. За тебя подумали во сколько. Есть группа у отеля. У каждой группы есть подгруппы. У каждой подгруппы есть чувак, который за тобой следит и говорит, что тебе делать, чтобы ты не потерялся. Куратор. Куратор. Я называл паспорту. Просто по приколу. А, дресс-код. Я вообще офигел. Про дресс-код хотел сказать. В смысле мне говорят, как мне одеться? Первая моя мысль. Потом я выхожу, такой, хорошо, прикольно. Мы идем туда, туда, дресс-код деловой. Такой, что за деловой? А, casual там первый, типа. Какой я не умею одеваться в casual. Что такое casual? У меня оверсайз только. Да, да, да. Я просто пошел в черном. Думаю, нету с собой просто. На следующий день дресс-код там. Это там, сначала там приехали, типа, что-то обед. Вечером открытие, и все, типа, расходимся. Как бы отдыхаем. На следующий день как бы начинается мероприятие. Я не знаю, как Юра рассказывал. Может, я во всех подробностях рассказывал. Может, не надо. Юра никак не рассказывал. Да, он просто тоже сказал, я в ахуе, и все. Вырезаем все, я в ахуе. Короче, на следующий день мы едем, просыпаешься, едешь на как раз конкурс вот этот «Звезда Эстель», где показы, открытие. На то, чтобы открыть, привлекается очень много людей вообще из всех там. У тебя шоу разное. И я всегда думал, бля, шоу какие-то на парикмарский фест, вообще же херня. Ну, типа, неинтересно. Зачем это? Дайте мне по делу. А оказывается, когда ты как зритель... Очень прикольно. Очень прикольно. Даже там то, что цирковые штуки, там женщины на кольцах летают в воздухе, тут люди танцуют. Тут же-то поют, там это все меняется вот так вообще. Вручение всех наград, сертификатов, это все в крутом зале, там за Газпром-ареной, вот это все происходит. Вот, и после этого, типа, просто тусовка. А, за день, нифига, мы сначала поехали на то же место, где были в первый день, где было открытие. Там всякие тренинги, кто-то просто делился опытом. Там какие-то новые проекты они рассказывали, какие открывают, тоже очень круто. Не буду рассказывать, не знаю, можно, нет, это об этом... Ну, наверное, пусть будет подробность. Да, там просто прикольно. Они показывают всякие презентации, вот мы готовим вот это, готовим вот это. Это делают себе люди, которые там работают с ними. Прикольно. Это как бы они были как бы спикерами, были экспертами вот в своих сферах. После этого едешь в отель туда-сюда и едешь как раз вот на вечернее мероприятие. После вечернего мероприятия... Тусовка. Просто тусовка парикмахеров. Не как наше, что мы после... Ну, у нас просто все такие... Поехали в бар. Поехали в бар. Бифка. Такого нет. Просто все подготовлено для того, чтобы ты просто отдыхал, не думал ни о чем, где что купить, где что взять. Все есть. Вот музыка есть. Ты тусуешься, а через час уходит, поет шаман. Вообще. Прикол. Я вообще офигел. Жестко. И с него я офигел. Я думал, что это, ну, типа, там, госпроект. Или тип, который, наоборот, подлизывается. Я не знаю, как это. Ну, какой он, кто он там, откуда он вылез. Но клево, что он попал. И ему клево, что он попал именно в это время. Потому что идеально вписывается. Что я могу сказать о нем? Блядь, чувак реально знает, как себя вести на сцене. У него крутой голос. Реально крутой голос. Это же живую. Ну, пиздец. Очень четко все отработано. Я не знаю, это им, опять же, или это госпроект. И поэтому у нас только все четко. Поэтому, ну, как ты зритель смотришь, он там ничего плохого, типа, не поет. Просто классные песни там о России и все такое. Вот. И просто с живой музыкой, они же там все под рок. И как рок, как бы, всегда. Барабан и гитарка. Прикольно звучит всегда. И с его голосом реально он очень круто поет. Умеет. Вот. Еще мне понравилось, что он перепел гимн России, блядь, под рок. Это звучит очень мощно. Мы тоже, типа, думали о Шаман. Ну, где-то там, да. Вживую, наверное, вообще охеренно звучит. Да. И люди более отзывчивые. Именно из этого мира. Возможно, что они не только, не просто парикмахеры. Они менее скованы. У них большого опыта. Они много общаются. Из-за этого они более отзывчивые. То есть, они все подходят знакомиться. А вы кто? А что вы здесь делаете? Типа, вот. И нормально. То есть, не стесняются. Барберские тусовки, как будто они такие более закрытые. Все ходят, что-то ебальники кривее. Очень много пафосов в барберских тусовках. Слишком, хотя мы все, блядь, как вот по сравнению с этими ребятами вообще. Шпана. Реально. Мы не знали, как себя вести. То есть, короче, сначала. И потом они, ну, такие все раскрепощенные, такие все добрые, отзывчивые. Я такой, блядь, понял? Как будто... С родителем на праздник пришел. Вот. Я и сравниваю. И причем, что там не все такие взрослые. Там, ну, 25 плюс, я думаю, аудитория. В основном там 30, 35. Но они ведут себя иначе. Да, у них просто совершенно другой мир. Просто вот такие люди. Ты как-то с пацанами со своими в падике сидел, а потом к родителям поднялся, а у них там застолье, бабушки, дедушки, короче. Да, да, да. Я не хочу обсирать барберинг, но просто... Ну, мы растем со временем. Нам до такого уровня еще расти. Потому что наши фесты, я вижу, я думаю, блядь, бать уровень. Ну, то есть, у нас стильно, круто. По сравнению с тем, что было лет пять назад. У нас очень стильные фесты. Но там именно даже, знаешь, больше не про стиль. Потому что если бы я делал... Ну, кто я такой, чтобы делать такой фестиваль? Но, возможно, именно стиль феста бы я поменял. Но понятно, что мы были на обширной аудитории, на их аудитории идеально. Я как адекватный человек это понимаю, что, бать, это не стильно, да? И их аудитория это классно воспринимает. У них есть свои цвета феста. Они четко этого поддерживаются, именно этого года, как я понял. Он каждый год проходит. Третий день, с чего я офигел. Нам говорят, будет спектакль. Идем в театр. Просто все собрались с группами. Идем. Сначала одни заходят. Ну, там, и через два часа следующие. И в этот день в каждом из отелей проходят мастер-классы для тех, кто живет в этом отеле, от разных спикеров. И у Юры был номер, балкон. Видел, наверное? Нет, нет. Я вообще пропустил это все. Из Юриного номера в балкон, который выходит на актовый зал. И мы такие, блядь, здесь будет проходить мероприятие, нифига. Мы думали. Оказалось, что там проходит мастер-класс. И Юра проснулся от того, что у него мастер-класс проходит внизу. Под балконом. Просто выходишь на балкон, и он не на улице, балкон выходит прямо на актовый зал. Вот актовый зал, вот балкон. И мы оттуда смотрели мастер-класс. И потом поехали в театр. Чуваки, в театре вот этого у нас нет. У нас показывали с танцорами, блядь, там со всякой хернёй показывали коллекции. Ребята показали 70, больше 70 моделей, смешали это со спектаклем. В котором они тоже участвовали? Нет, модели не были актёрами, но были, знаешь, какие-то моменты, идёт спектакль, какая-то там пока что-то, даже не перестановка, а это идеально вписывалось в атмосферу. Создали из звуков какую-то атмосферу, да, там типа морозы, например. И в этот момент выходят люди, вписанные в этот момент идеально. И вот проходит коллекция. Они идут медленно, поднимаются, опускаются, поворачивают. И тут коллекция типа стрижек образов полностью. Человек 20 ушли. Спектакль продолжает. Спектакль клёвый, классный, смешной. Актёры играют. И опять. И коллекция, понял? Мне говорят, будет спектакль и коллекция образов. Я такой, как? Реально, вот так. Ну, такие мероприятия стоит гонять. И оттуда я уехал в аэропорт, так вот так. Со спектакля я вышел и уехал в аэропорт. Я такой, бля, охренеть. После этого, я думаю, тебе не будет на барберских фестивалях чего-то хватать. Спектакли. Спектакли хочу. Ну, вот мы говорим про то, что об этом расти и расти. Но здесь другой вопрос. Нужно ли это в барберинге? Ну, да, да. Это, я говорю, совершенно другой контингент. Но я был прям в восторге. За последние несколько лет от чего был я в восторге? Не именно с барберингой вообще. То есть просто человеческие эмоции, которые испытал, и безграничное уважение, и восторг от людей, которые это создали. Вот я реально прям очень круто. А вот у них же так каждый год, наверное. Да, очень масштабно. Ну, это, типа, ну, совершенно другие масштабы. Интересно будет посмотреть, к чему мы придем лет через пять. Ну, уже точно нельзя говорить о том, что барберинг скоро закончится. Это никогда не закончится. Это нормально. Это слишком. И просто все будет двигаться. Возможно, будут разные организаторы, потому что там кто-то уходит, кто-то приходит. И я надеюсь, что будут какие-то организаторы, которые наоборот будут увеличивать. Но если они уходят, видимо, это нерентабельно, и у них нету цели что-то продавать в дальнейшем, потому что фестиваль все-таки это место, где ты не зарабатываешь, наверное, с аренды. Те, кто берет у тебя стенды, да? Да и бог в ноль отбиваешься. Ну, вот. А что-то глобальное должно быть. И, видимо, нету ничего глобального, чтобы продавать что-то в итоге. И с этого зарабатывать и отбивать такие фестивали. Ну, для этого, для этого, наверное, и нужны вот такие крупные организаторы, как Estelle, чтобы для них это не было того, то, что, блин, как ужаться копейка в копейку. Просто с кайфом сделали и сами кайфанули, и сами там были все от основателя. Основатель вообще очень крутой мужик. Я с него в восторге. И, то есть, он не был как... С чего? Вот мне... Он очень простой мужик. И там нет такого, что он основатель такого бренда. И он сидит в зале, знаешь. Он со всеми, во-первых, на простом здорово все его знают. И, понятно, там на вы общаетесь, все такое. Но все равно очень простой в этом плане. Он выходит, открывает мероприятие. Он в некоторых местах ведущий. Просто сам ведущий. Ему в кайф. Как дома. Да, представь, он просто со своими людьми, вот просто такая большая семья у него. И он с ними кайфует. Выходит, представляет, кто выходит на сцену. Рассказывает о том, кто есть кто и кто победил. То есть, он рассказывает о том, кто победил в какой-то номинации. И он знает историю этого человека. Я помню, как этот человек пришел в компанию. Я такой думаю, откуда ты это все помнишь? Очень круто. Из-за этого ты думаешь, чувак крутой. Прикольно. Шел классно, попиздели. Вообще. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что посетил нас. Приезжай еще. Вам спасибо, что позвали, ребят. Я всех вас очень реально красный. Напутственное слово молодежи. Жизнь одна, кайфуйте. Кайфуйте. Кайфуйте-то понятно. В любом случае, кайфуйте, потому что в любом профессии можно... Если мы говорим о работе, насколько бы это не звучало просто, и вы много это слышали, но это работает. Ребята, надо ебашить. В любом случае, надо ебашить. Я другого не знаю просто и не могу ничего советовать. Все, что вы делаете, старайтесь делать на 100% и будьте лучшими в каждой секунде, где вы живете. Всем спасибо. Пис. Кайф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok